Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио И сегодня у нас по одному из современных календарей 14 июня 2016 года, вторник По одному из старинных, 24-й день, месяц ветров, 7524 лета, третийник Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме Рахманова традиция о человеке, как о макрокосмосе И главный сведущий Рахман Торрор Здравия тебе, Торрор! Здравия тебе, Алексей! Здравия, уважаемые радиослушатели Славянского Радио! Ну вот и поздоровались Теперь можно переходить к разбору нашей темы Но я думаю, что мы будем не только касаться о человеке, как о макрокосмосе Что об этом говорит Рахманова традиция Но и о самой традиции тоже будем как-то говорить Потому что некоторые вопросы до эфира пришли Были какие-то уточнения Я говорю, ну вот эфир будет, как раз эти вопросы будем и задавать Итак, ну давай тогда тебе предоставлю слово, чтобы ты как-то начал что-то рассказывать заявленное по теме А там дальше, как уже боги дадут, так и пускай будет Благодарю Я хочу прежде всего поздравить всех староверов с Рамхаинтой Она состоялась 22-го дня Вайлета Это буквально как бы накануне И это как бы событие имеет самое прямое отношение С точки зрения моего восприятия к сегодняшней теме То есть суть этого события, этого праздника Можно назвать снисхождением мировой женственности в наш мир И многие как бы штыки воспринимают такую постановку вопроса Потому что они воспринимают творца-созидателя как существо мужеского пола Но все же высшее непознаваемое существо или сущность Она подразумевает во всяком случае наличие материнского женского начала И вот свет радости Рамхи Он является инглией Ингляне у нас на земле являются хранителями этого света радости А наш орден и наша традиция Рахманова Она является тем инструментом, который непосредственно воплощает Эту жизненную программу в нашей обители жизни Отличие рахманизма от других современных духовных направлений и течений Заключается в том, что мы рассматриваем человека как первопричиной и источником всех вещей То есть в человеке заключено все Если древние греки утверждали, что человек это микрокосм Мы утверждаем, что человек это макрокосм И все те разнообразные события и явления, которые мы с вами наблюдаем Они зиждятся и находятся в природе самого человека И как я уже говорил, о природе невозможно говорить без имени существительного То есть мы понимаем под природой именно человеческую природу То есть все, что мы наблюдаем, есть эманацией человека То есть с позиции нашего восприятия Окружающий нас мир является эманацией самого человека И отсюда понятие космос мы рассматриваем прежде всего с образной позицией То есть космос это то, что осмысленно самим человеком В процессе его трудовой деятельности На благо его рода, народа, родины И то, что сейчас называют космосом Это есть неодушевленная, мертвая, техногенная субстанция Которая совершенно не содержит в себе никакой жизни И в эту мертвую субстанцию запускаются техногенные аппараты Значит, зондируются всевозможными техногенными импульсами Но по-прежнему ответы от братьев по разуму Не поступают и не поступят И отсюда делается вывод, что мы как бы одиноки во Вселенной В природе и в космосе Но все дело в том, что наши братья по разуму находятся в нашем сознании То есть заключены в самих нас Вот такая, может быть, небольшая преамбулла Вот такое вступление, да? Хорошо, вступление хорошее Здесь уже к нам идут вопросы в чате Напоминаю, что вопросы в эфир мы принимаем именно в чате На который можно попасть с сайта Народного славянского радио Достаточно вам в любом поисковике набрать Народное славянское радио Найдете наш сайт и там найдете слово чат Нажимаете Если вы зарегистрированы, то просто логин-пароль, который ранее регистрировали, вводите И если еще не зарегистрированы, то придумать логин-пароль Указывать имейл, куда будет приходить сообщение Ну как бы и все И после этого становитесь полноценным участником чата Общайтесь с друзьями, задайте вопросы в живые эфиры, если они идут Если же вдруг вы хотите задать вопрос, но эфира нет живого Может там идет повторение или что-то еще Вы хотите задать вопрос, то в этом случае есть форма обратной связи Заходите туда, задаете вопрос, он приходит на почту И потом мы его рассматриваем Так вот, значит, вопросы здесь уже идут в чате Вот я не знаю, как ты планируешь построить передачу Я под тебя буду подстраиваться Ты сначала тему раскроешь, а потом мы пообщаемся Или как? Или вот, может быть, сразу уже будем вопросами тебя забрасывать Чтобы ты так, как профессионал, держал удары и отвечал на вопросы Какой тебе больше подход нравится сейчас? Из опыта прошлой передачи, значит, слушателям будет интересно Именно то, что их интересует сейчас непосредственно Поэтому я буду придерживаться общего контекста Но хотел бы послушать вопросы Хорошо, давай тогда тебе еще немножечко дам возможность поговорить И сразу скажу насчет музыкальных пауз Если тебе будет нужна музыкальная пауза Ты предупреждаешь о том, что я хочу музыкальную паузу Я ее ставлю, просто я не буду прерывать каждые полчаса Вот такой формат сейчас на освещении настраивается И иногда он себя оправдывает, потому что на полусловие Не приходится обрывать говорящего, выступающего у нас на радио человека Тебе так подходит? Да, хорошо Хорошо, ну так вот, давай, раз уж мы говорим про микрокосмос Вот как-то так забросил удочку У тебя звучало так, что вот там где-то вот это все есть И то же самое это все присутствует внутри нас Давайте перешифруй, что же присутствует внутри нас И почему и космос в том смысле, как мы привыкли воспринимать И микрокосмос, они едины Что здесь имеется в виду? Расскажи, пожалуйста По структуре человека Моя традиция представляет себе такой образ Что человек есть 16-этажный дом И это есть некая структура, которая заключена в человеке И ступенями или этажами в этом альбоме являются люди Как биоценоз и интерфейс для общения с космосом А также растительное царство, животное царство, минеральное царство После этого идет инструмент познания душа Суть человека, его дух И далее следуют наработки И вот выше девятого этажа Идет уже непосредственно космос Чтобы человек достиг космоса Он должен развить себе 9 этажей Но в английском это имеется в виду человек духовный Вот такой уровень развития Наша традиция дополняет, что 8, 9 и 10 этажи Они соответственно представляют собой язык, культуру и традицию Вот такой у нас как бы необычный подход И вот если в человеке развита вот этот триумверат Вот эти три составляющих, три компонента Тогда он имеет право и может развернуть себя как внешний космос В котором находятся луны, сонцы, галактики, метагалактики И вплоть до вселенной, метавселенной и нашего глобуля То есть 16 этажом человека, его человеческой природы Является вся наша метавселенная во всей совокупности Этот взгляд может показаться особенно современной науке очень необычным Как это так? Что значит в природе самого человека заключено абсолютно все Но ведь в то время, когда мы с вами допустим сейчас общаемся И слушаем друг друга В нашем организме происходит столько событий, явлений Которые в метагалактиках, галактиках происходят раз в несколько десятков тысяч, сотен и миллионов лет Поэтому у нас вот такой необычный подход Беда всей современной науки заключается в том, что она отводит человеку пренебрежительное, малое и ничтожное место в развитии, в эволюции Современная наука представляет себе эволюцию Как развитие космоса Потом появление обителей жизни Потом зарождение самой жизни примитивной И только на самых поздних стадиях развития эволюции появляется человекообразное существо А потом оно начинает трудиться Говорить, становится разумным И фактически В период существования, допустим, 15 миллиардов лет Человеческая жизнь, она практически не вписывается И она становится незаметной Наша же традиция говорит, что Сколько существует космос, галактика, вселенная Ровно столько существует человек И человек по своей природе есть существо бессмертное Только как бы люди об этом забыли и утратили свои способности И поэтому соизмеряют течение своей жизни Допустим, допустим, с 80-ти годами внешнего времени И этим обедняют Свои возможности, свои способности Подрезают сами себе крылья И фактически вот топчутся По нашей грешной земле И абсолютно не представляют, что есть внешний, окружающий мир Который они должны развернуть сами Вот такая посылочка Хорошо Давай теперь я тебя немножко помучаю Теми вопросами, которыми помучили меня после нашей первой передачи Позвонил мне человек, сказал Кого ты пригласил? Я говорю, что такое? Ты пригласил не пойми кого, которые поддерживают иудейское направление Я говорю, с какой стати? Да вот, посмотри, что написано Ну и дальше там писали Рахманы Мифический народ Сказаний, западных украинцев, русских, молдаван и румын Согласно легендам, Рахманы являются потомками Сифа Одного из сыновей Адама Они живут на Рахманском острове, островах Блаженных Которые находятся в океане, за краем земли Сказания о Рахманах встречаются внестрове Лепеси С указанием источника, хроники Георгия Амартола Ну и так далее В общем, там целый перечень Вот человек говорит Ну тут же четко сказано, что Рахманы являются потомками Сифа Какое отношение в общении к славянам имеют? В повести по временных лет говорится, что Прямо на первой страничке, что на земле был, проживал Один народ и был один язык Поэтому какое-либо место Какой-либо национальности Как бы В этом процессе Это уже В результате как бы развития А может быть и деградации Людей То есть я подчеркиваю Все, что здесь как бы существует На земле Традиция, культура Есть принадлежность Наших предков, белых людей И славян, и ариев Поэтому я здесь как бы Не вижу Особых как бы Опасений Это, видимо, просто Определенные пристрастия Тех или иных Как бы наших слушателей Я к тому, что Здесь вот Написано, что Потомками Сифа являются Ну Сиф, понятно Это все-таки Библейский персонаж Ной, там Сиф и так далее Это оттуда все идет Потомки Адама Но в той же Библии сказано Что и до Адама Были люди Которые населяли Эти земли Которым эти земли Были даны Содержание В хозяйство И они были Сразу мужчины Женщины Созданы по образу И подобию Как это создают Отцы и матери Своих детей И, в общем-то Было сказано Плодитесь, размножайтесь Адам-то появился Много позже И здесь приписывают Что как раз Вот этому Как многие говорят Искусственно созданному Генетическим При помощи генетической Манипуляции В лаборатории Человеку Приписываются Рахманы Как потомки Сифа А не тем Людям Которые Ходились Уже на этой земле Как потомки богов Вот вопрос В этом состоял Я уловил Просто Человек находится В плену Как бы Своих представлений У меня Как бы Своё восприятие Я считаю Что существует Одно древо Бытия И одно древо Сознания И я считаю Что никаких Национальностей И рас Не существует А существуют Люди Различного Уровня развития Вот такое Моё восприятие Если, например Взять Современное Население Республики Саха У них Голотип И группа Крови Идентична Славянской Но выглядят Они как Монголоидная Раса Это не говорит О том Что прискакали Какие-то Монголы И их выродили Также Выглядят И остяки Вот Там Это Северный Урал И север Западной Сибири И многие Другие Как бы Народы Это степень Их Как бы Вот Деградации Вообще 10 каналов Которые Приписываются Серым Это Есть Результат Плоского мышления Человека И вот Допустим В государстве Израиль Там Присутствуют Евреи 49 Национальностей Да Вот Это Не значит Что Евреи Ассимилировались Во все Народы Это Просто Собрались Люди Определенного Уровня Развития Которым Максимально Доступно 10 каналов А нам 16 и больше И поэтому Мы к ним Как бы Никакого Отношения Не имеем Они В силу Своего Восприятия Значит Разрабатываются Какие-то Свои системы А у нас Своя система Вот И Кто желает Ее приходит Как бы И изучает Я только Приведу Такой Пример Вот Сефироты Алиф Бет Гимель Далет И название Наших частей Лета А Лета Б Лета В Лета Ге Лета Это Не значит Что Мы Переняли Да Какого-то Другого Народа Это Значит Просто Что Какой-то Народ Просто Использует Наши знания Вот И все То же Самое Допустим Звезда Велеса Которая Звездой Давида Стала И так далее Здесь все понятно Просто я чувствую Что этот вопрос Вызовет еще Дополнительные вопросы Потому что Нет Это надо будет ждать Следующей передачи Потому что Если мы сейчас Не раскроем То меня будут дерзать И мы будем тратить Время опять На какие-то разъяснения Алексей Я порекомендовал бы Слушателям Ну как бы Разбираться В информации Они в источнике Потому что Если человек Принимает Эту информацию Значит Она его Какие-то резонансы Возникают А порочить Затроллить Можно Как бы Любой источник Ну да понятно Сейчас у нас Интернет Это как Большой забор На котором Можно писать Что угодно За этим забором Вон пример Как троллят Допустим Отца Александра И так далее Кем только И чем там И прочее Ну вот Я сам эфир Слушал Которые здесь Проходили Ну вот Яркий пример А человек Делает свое дело И как говорится Слава богам И продолжает делать Как говорили Караван идет Собаки лают Ветер носят Да Но караван все равно идет Ладно Давай дальше Будем теперь Приходить к вопросам И потом потихонечку Все-таки Нашу тему Развивать Ингрия задала вопрос Или задала вопрос Здесь не показано Кто мужчина Женщина Здравия всем Тема очень интересная Вопрос Рахмана Торова Для начала И по теме Откуда Или как Появился человек На земле По рахмановой традиции Что такое Природа человека И человеческая Природа В чем разница Итак Откуда появился Человек на земле С точки Восприятия Рахмановой традиции Земля это Поле событий А существуют Планы Существования И вот В нашем Поле событий Сначала Исходя из нашей Традиции Значит Появились Пришедшие сюда Орлигини И легини И здесь Они как бы Уже Создали Такой Биологический Вид Как мужчину Для Осуществления Механизма Наследования И Мужчина Как вспомогательный Биологический Вид Стал помогать Пришедшим Сюда Легиням И легиням Для того Чтобы у них Значит Появлялись Дочери Которые Затем Накопленную Здесь Информацию Опыт Как бы Возвращали Высшие Пространственные Временные Континуумы Значит Вот по-моему В седьмой Или восьмой Главе Санте Веда Перуна Говорится Что Дочь Великой Ведуни Рожденная От Великого Жреца Она как бы Возродит Здесь Значит Старую Веру И В конечном Итоге Этот мир Избавится От нечисти И перейдет На более Высокую Пространственную Временную Ступень И Это И Есть Как бы Появление Здесь Людей Цель Здесь Трансформация Обобщения Опыта Которое Имеется В нашей Обители Жизни И передача Этой информации Этого Опыта На более Высокие Ступени Развития Человеческая Природа И Человек Как сказал Энгельс По своей Природе Добр Вот Человеческая То есть Природа Человека А человеческая Природа Она включает В себя Весь Биоценоз Все царства И Животных И растения И минералы И стихиали И Воплощенные И развоплощенные Как бы Духовные Сущности Это все Есть Структура И Человеческая Природа И поэтому Наши предки Не были Примитивными Когда они Определенным Образом Реагировали Допустим На раскаты Грома Или допустим На какую-то Непогоду Или наоборот Когда ярко Светило Солнышко Или когда Шел Первый Весенний Дождичек Люди Совершенно Отчетливо Осознавали Что это Есть проявление Их божественной Человеческой природы И поэтому Они реагировали Правильно И вспоминали Как бы Своих богов И предков Когда Эти навыки И память Была утрачена Появились Посредники Жрецы Которые Помогали Уже Людям Вызвать Те или иные Допустим Явления Природы Или отодвинуть Те или иные Явления А сейчас Люди Совершенно Растождествили Себя Со своей Человеческой Природой И они Отодвинулись Дистанцировались От нее И они Воспринимают Природу Как Внешнюю Агрессивную Среду С которой нужно Бороться С которой нужно Обороняться Которую Нужно Покорять И Возвращение К истокам Корням Своей Человеческой Природы И культивирование Ее Структурирование Себя Со всеми Царствами Со всеми Биоценузом Которые Заключаются У нас Мы сможем Восстановить Свою Родовую Генетическую Память И начать Управлять Своей Человеческой Природой И Не за горами И Выход В небесные Сферы Во внешний Космос Так Но вопрос Это был Откуда Как появился Человек На земле По традиции Которую Ты представляешь Ты рассказал Уже так Более широко Но не уточнил Ведь есть же Различные Варианты Появления Кто-то Говорит Прилетели сюда Кто-то Говорит Кто-то Прилетел И здесь Создал Кто-то Говорит Приперлись Здесь Не пойми Кого Создали С праха Земного Теперь Живем Ну а там Некоторые Вообще Дальше Пошли Да само Собо Все Произошло Эволюция Так называемая Вот такого Небесного Тела Как Мидгард Земля Отдельно Взятого Его не Существует Это Middle Of the road То есть Это середина Дороги Это поле Событий Пересечения Межзвездных Дорог Межзвездных Путей Где Пересекаются Различные Планы Существования А эти Планы Существования Называются Планетами И таких Планет У нас Значит 25 Да и Нету И такой Планеты Как Мидгард Земля Нет То есть Все Планы Существования Начиная С Хорса Мерцаны Арея Перуна Воруна И так Далее И Заканчивая Планетой Дагода И Дайма Это Все Является Нашим Полем Событий Вот Это Все И Есть Земля И Еще Значит В начале 20 века И сейчас Можно даже Приобрести Допустим В Москве На Олимпийском Репринтные Издания Книг Где Описываются Значит Жизнь На других Планах Существования В частности На Меркурии Земле Хорса На Мерцане Венере На Ареи И на И на Других Но Это Как бы Эти знания Утрачены И Человек Сузил Своё Восприятие До Некого Небесного Тела Которое Мчится В безжизненном Космическом Пространстве Вот И Человек Сейчас Не воспринимает Как бы Другие Планы Существования Вместо Этого Нам Значит Показывает НАСА И К сожалению И наше Космическое Агентство Всевозможные Мультимедийные Картинки Там С полуострова Лабрадор Где На марсианском Пейзаже Появляется Земная Курица Вот Вот Кратко Как бы Вот Я Присовал Это На мой взгляд Все таки Это Не Четкий Ответ Ингрию Потому что Он задает вопрос Все таки На Земле Откуда Появились Если ты Говоришь Что Земли Не Существует Тогда Вопрос Надо Снимать Потому что Если Нет Земли То И Некому На ней Существовать Но Я считаю Что Мы Живем На Планете Мерцаны То То есть Наша Наша План Наш план Называется План Мерцаны План Для Этой То есть Получается Мы Живем Там Мы живем Там Но Это нам Как в матрице Представляется И мы Себя ощущаем Не на Мерцании А мы Себя ощущаем На Той Земле Которая Сейчас говорим Которая Называлась Древности Митгард Да Потому что По своей сути Такой Значит Планеты Не существует То есть И поэтому И поэтому Нам Говорят Что Заря Мерцаны Закрыта Плотным Слоем Значит Облаков Что там 500 атмосфер Что там Кислотный состав Атмосферы Что там Страшное Атмосферное Давление И Вот эти Зонды Которые туда Проникают Они там Ничего снять Не могут Или какие-то Там Смутные Сумерки И так далее И вот Кто-то Говорит Что мы Допустим Земли Арея Или Потомки Арея А ведь Этот план Существования Он же Он же Предусмотрен В нашем Поле Событий И мы Вполне Можем Воспринимать Эмманации Этого Плана Существования И вот Кто изучал Предмет Звезды И Земли Там об этом И говорится Что Солнечная Система Это Единый Непрерывный Спектр Человеческой Полосы Эмманаций Но Значит Люди Перестали Воспринимать Весь этот Широкий Спектр И они Сузили Его До Такой Величины Что Они Оказались Якобы На каком-то Отдельно Взятом Несущемся В пространстве Значит Каком-то Конгломерате Который Непонятно Как возник И непонятно И как устроен И вообще Как он может Существовать И как он может Вот Так вращаться И поддерживать Свою орбиту И так далее И более того Людей Значит В их сознании Низвели До какой-то Отдельной Национальной Страны До какого-то Отдельного Почтового Адреса До какой-то Отдельной Коморки Откуда Люди Вообще Перестали Показывать Я Обобщаю Свой нос И еще Поставили Железную Дверь Глазок И смотрят Как бы Вместо Вот этого Всего Широчайшего Спектра Смотрят Только на Свою Лестничную Клетку Но Это Беда Самих Людей А Природа Их Восприятие Намного Шире Это Человеческая Природа И вот Допустим Алексей Чтобы Посмотреть Раньше Вот допустим Возьмем Псеслава Чародея Он Не был Чудаком Когда Оборачивался Допустим Соколом Или Вепрям Или Волком Он Использовал Компоненты Своей Человеческой Природы Чтобы Допустим Изучить Тот или иной Вопрос Посмотреть Как там Дела на полях Как дела Значит В лесах Как К примеру Дела в небесах И так далее Это не была Его самоцель Он просто Реализовывал Свою Человеческую Природу И это Осталось Как бы В народной Памяти В легендах В мифах До сих пор Помним Вячеславе Чародеи По полоскам Княжичи Но к сожалению Может быть Неуместно Будет Когда спрашиваешь Современную Говоросскую Молодежь Они говорят Это водка Такая Есть Это Та же Как и у нас В России На прилавках Водка Велес Допустим То есть Совершенно Как бы В другую сторону Водка Вот такая Хорошо Хорошо Если ты Говоришь о том Что Земли Как таковой Не существует Это всего лишь Навсего Ну Некий план Наш Иллюзорный план Которым мы находимся Которым представляем И все есть Представлено То есть Некий фильм Матрица Да Сразу в голову приходит О том Что где-то мы там находимся Спим Находимся в набиозе А нам вот такие яркие картинки Рождаются И вот наш разговор с тобой Кстати Я только один этот разговор слышу Или наши радиослушатели Тоже его слышат Может быть Я там На самом деле На мерцании Где-то нахожусь И мне там иллюзия Приходит в голову Если Если Алексей Вспомнить Фильм Матрица Да Когда Человек попадает Как бы В реальный мир В реальный мир Он видит Что Вот эта вся Мультимедийная реальность Она существует Только В неком Мультимедийном Как бы Пространстве Но нам Никто Не мешает Попасть В реальный мир И более того Мы в нем И находимся Но Как бы На наше восприятие Я обобщаю Я не имею ввиду Присутствующих Вот Мы же люди Люди разумные Да Мы понимаем Что Мир Намного Шире Намного Как бы Сложнее Чем Тот Который нам Как бы Показывает Средства Массовой информации И так далее Но мы же все Слышим Да Что Про Значит Давление Атмосферного Столба То есть Никакой Гравитации Не существует Но мы ее Принимаем Допустим Как данность И она И используется При расчетах Допустим Полет Полетов Так называемый Техногенный Этот космос Да То есть Мы Алексей Мы Алексей Мы то Находимся Как бы В реальном мире Но Наше сознание Претерпевает Определенный Как бы Прессинг И давление Ну вот Мы начали Наш эфир С помех Да Каких-то То есть Какие-то помехи Кто-то ставит Нам Для того Чтобы мы Нормально не общались К примеру Ну не знаю Ставят или так Это технически Что-то происходит Это в этом Разберемся Другое дело Что Хорошо Ты Получается Я просто закончу мысль Получается Что этой земли Не существует Это всего лишь видимый план Который нам надо Каким-то образом Прожить Для чего-то Для чего Разбираться На самом деле Мы находимся Не здесь А в другом месте Но в то же время Ты сказал Что сначала Здесь Появились Легини Где они Здесь появились Если этого Ничего нет Если Ты просто Передергиваешь Мои слова Не хочешь Их воспринимать Смотри Мир людей Четырехмерен Легини Пришли Через Восьмимерный мир Сюда То есть Они Как говорится Не сразу С шестнадцатого Это В пятой Харате света Можно Как бы Прочитать Гибель Антлани И В нашем Пространственном Временном Континиуме Нам свойственно Определенное Как бы Механизм Восприятия И Если мы Расширим Своё восприятие Мы увидим Мир Легов Мы увидим Мир Орлегов Я вот что Имею ввиду А не то Что мы Вообще Как бы Зашорены И Мы воспринимаем Мир Таков Как он Как он Есть Но Применяем Для этого Неправильные Мироописания Только и всего Это хорошо И это Лопрос в другом Куда они пришли Они тоже находились Где-то там И Земли-то нет Вот там Где Мы с тобой Находимся Это называется Глосса В эту Глоссу Ты притащил Мебель Обстановку Аппаратуру Допустим Там Еще Сотрудников Своей Студии И так далее Но Это же Находится Все в твоем Сознании В любом Случае И поэтому Действие Гносеологически Ты должен Согласиться С тем Что У нас Реальность Это Договор Конвенция Люди Люди Когда приходят К тебе В студию Или к тебе Домой Они Они Пользуются Определенными Как бы Треками Вот в этой Действительности Они там Поднимаются На какой-то Этаж Едут На таком Транспорте И так далее Но все Это в любом Случай Происходит Сознание Вот Я не хотел бы Вот так Вот Вглубляться В философию Но Очень хорошей Базис Дает Асгарское Духовное Училище Оно Конечно Не предназначено Для всеобуча Но Неплохо Например Такой Предмет Как Звездные Земли Вот Нашим Допустим Слушателям Таким Поизучать Посмотреть Тем более Он сейчас Есть В открытом Доступе Я согласен С тобой Что Неплохо Посмотреть И послушать Там есть Очень много Интересной Информации Но Мы пока Базис С тобой Не разберем Нам трудно Будет о чем-то Говорить Потому что Если Люди Будут задавать Вопросы Которые Идут мимо Базиса То в этом случае Тогда будет Полная нестыковка И Разъяснить что-либо Будет невозможно То есть У каждого Будет своя печка И каждый Будет танцевать От нее Не понимая Друг друга Вот почему Эти уточняющие Вопросы Я тебе задаю У нас Я прошу прощения У нас нет обратной связи С этим человеком Возможно Он понял О том О чем я говорю У нас связь есть Через чат Почему Если появляются вопросы Я же задаю вопросы Нет Я имею ввиду Так Человек может И не отреагировать Но здесь В чате Идет очень бурная Реакция Хорошо Так Я не знаю С того измерения Это видно Не видно Но в чате Здесь В моем измерении Видно Что очень-очень Активная Реакция идет Так Ладно Хорошо Значит Тогда такой уточняющий вопрос Переделывая Если вопрос Ингрии По По тому ответу Который я получил Что опять же Вопрос остался Не остался без ответа Хорошо Мы находимся на мерцании А в каком виде мы там Что мы там за существа Как мы там представлены Это какой-то физический план Или что-то там другое А для сознания Нет никакой разницы Ты сейчас Мы сейчас наблюдаем Внешний образ себя Или в зеркале Или смотря глазами На свои руки Допустим Или ноги И Какая Какая разница Для сознания Где оно в это время Находится А Кто-то может Сейчас Допустим Впасть В транс И оказаться Там На Вершине Вереста Вот допустим Ты общаешься С отцом Александром Он утверждает Что после 40 лет Он перешел В мир Значит Орлегов 256 Измерений Но ты же не Иронизируешь Над ним Ты же с ним Адекватно Общаешься И не спрашиваешь Как там Из твоего Измерения Чего видно Поэтому Мы Как бы Человек Он адекватен Тогда Когда он Понимает Что мир многомерен И мир многообразен И я своим учением Несу Именно Парадигму Она хорошо забытая Старая Она не есть Какая-то новая Люди просто Немножко подзабыли И им неплохо Об этом вспомнить И в этой связи Я хочу сейчас О сакральной дате Значит 22 июня Вспомнить Которая Приближается Это Вот Значит Завершающее Лето Переходного Периода Между кругами Жизни То есть Что будет После 22 Июня Значит 2017 Года Никто сказать Не может И сейчас Многие Могут Иронизировать Значит Строить Какие-то Свои планы Но если Они Не изменят Своё сознание И не начнут Воспринимать Действительность Такую Какую Она Есть Во всём Её Многообразии И многомерии То очень Сложно Будет Значит Вот этот Переход Как бы Пройти Ну о нём Ну о нём Уже Много лет И многие Течения Учения Направления Говорили Вот Ну вот Мы уже Как бы Стучимся Уже Вот в эту Дверчу Вот в эту Стену И если Кто Те люди Которые Мониторят Окружающую Действительность Они видят Очень многие Изменения Которые Происходят В том числе И в их сознании Хорошо Да На самом деле Про переходы Тут было слышно За несколько десятков лет До этого момента И кому только не лень Об этом говорили И про разные варианты Подготовки И необходимости Посвящения И развития Физического Духовного Много Что говорили Хорошо Ну вот Когда ты сказал По поводу того Что делишься Своей Традицией Информацией Всё здорово Хорошо Но если мы Воспринимаем Всё-таки Что Мидгард Это некий Информационно-энергетический План Где Да Всё очень быстро Меняется И воспроизводится То есть Мысли материально Как никогда В данном случае Уместна Эта фраза То есть Всё что ты подумал Там где-то создал Здесь оно сразу Воплощается Потому что нет Как таковой Жёсткой привязки К материи Всё очень подвижно Очень легко Воспринимается Есть некая договорённость Между существами Которые Там на своих планах Находясь В каком неком Состоянии Договорились Что вот Переходить с рамочки Не будем Мы будем играть По этим правилам Играем По этим правилам Хорошо Такая виртуальная студия У нас получается Здесь Так вот И к чему Что Встречал я Существ Которые Не только на Мерцании Но и на других Планах Находятся И они Так же Сюда подключаются И так же Здесь Свободно Так же Существуются Играют По этим же Правилам И их В общем-то Так вычислить На первый взгляд Практически Невозможно Но у них Свои истории У них Свои взгляды У них Почему я спросил В каком виде Мы там существуем Потому что Даже Существование Поскольку Разные земли Разные Как говоришь Планеты Они подразумевают И разное Физическое Представление И вот через эти Нити Соединения Энергетические Как раз Здесь Можно творить На этой земле Виртуальной студии Что угодно И поэтому Здесь не только Мерцана Представлено Здесь представлено Много кого и чего А я не сказал Что только Мерцана Не Просто так сказал Мы представлены Как-то вот Хорошо Ну я Я это Обосновываю На уроке Но к сожалению Мы Не вписываемся В этот формат Я Вот я уловил Ты говоришь Про точку Бифуркации Ой Я таких Матерных слов Не знаю Я говорю Просто То есть Алексей То что Долго О чем Говорили люди Они как бы Сейчас Это все Пожинают Вот Это все Есть И это все Как бы Обращают На это Внимание Если Раньше Последствия Наступали Там Когда-то Через Неопределенное Время Сейчас Последствия Наступают Практически Как бы Сразу Но я Уловил Твою Все-таки Улавливаю Твою Иронию Насчет Палаты Номер Шесть Нет Не приписывай Моя мысль Материальная Но не до такой Степени Это я не Материализовал Не надо Не надо Я просто Серьезно Говорю Я Просто Воздух Здесь Сотрясаю Я говорю То что Есть Я говорю То что Есть Опять же В моем Представлении Поэтому Здесь Очень много С чего Пересеклось В этой точке Бифуркации Эти матерные Всякие слова В этой точке Соединения Различных Миров В этой точке Измерений Различных Времен И прочего 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 Энергий Поэтому Я не просто Так говорю Это И то что Мысли материальные Тоже не пустые слова И представителей Здесь Различных Если Земными словами Говорить Цивилизаций Огромное количество И все Через эти Так называемые Капсулы Иплантанты Очень легко Подсоединяются Сюда Создают здесь Что угодно В этом Мире Да Это все Существует Мне Мне очень Импонирует Очень приятно Что Ты так Широко Мыслишь Мне даже Да Нашел Брата по разуму Легкая Легкая эйфория Сразу Ну хорошо Что я дома Потому что Знаешь что Алексей Как бы Вот Вот это Почвенничество Вот это Русофильство Я не побоюсь Этого слова Оно Оно иногда Как бы Людям Подрезает Крылья Славянство Это Не только Когда Мужчина Одевает Белые Спотние Брюки И Венок На голову Да Это И Другие Измерения Это И Другие Пространства Это Другие Совершенно Возможности И сейчас Уже Мне можно Говорить Я В прошлой Программе Подчеркнул Что здесь У нас Асгард В изгнании Был под Саратовом Вот И там На самом деле Я вот Ученикам Рассказывал Там Люди Жили Фактически Их Жилища Представляли Собой Такое Отдельное Как бы Измерение И Перед Перед Попаданием В это Жилище Там Значит Вдоль улицы Стояли Пирамиды Три раны И вход В каждую Пирамиду Там Была Шлюзовая Камера Где Значит Проходила Трансформация Тела Атмосфера Атмосферы Физических Там Параметров И Вот При входе В каждое Жилище Там Открывалась Своя Вселенная То о чем В принципе Буховное Учение Направления Инглизм Говорят Что Каждый Человек Он Творит Строит Свою Созидает Свою Вселенную И там Свои Виды Животных Свои Виды Растений Своего Как бы Цвета И Света Светила Вот Своя Речь Своя Как бы Морфология Тела И так далее Поэтому Совершенно Верно Как бы То есть И И Весь этот Асгард В изгнании Он же Никуда не делся Он просто Как бы За барьером Восприятия Людей То есть Это дело Людей Чтобы Преодолеть Этот Свой Барьер Восприятие И Как бы Оказаться В том Мире Со своими Братьями По разуму Вот Это От каждого Как бы Зависит Индивидуально И об этом Все Как бы Говорят Согласен С тобой Вот Согласен Еще Более С тем Что Славяне Это не только Люди Которые На себя Что-то Одели Славяне Все-таки Это Человек В первую Очередь Который Широко Нежели Чем Среднестатистический Гражданин С земли Который Дуально Смотрит Этот мир Хорошо Плохо Совершенно верно И со славян Кстати Спрос больше Во много раз Больше Поэтому Есть такая Поговорка Что дозволено Юпитеру Не позволено Быку А вот То же самое Здесь Что позволено Неким Гражданам Непонятно Чего Вытворя Здесь То абсолютно Не позволено Тем Кто Замахнулся На то Чтобы называть Себя Славянином Русичем Потомков Арии Потомков Богов Как угодно Называйте Это дело Спрос Другой И поведение И слова И мысли Они Очень Ответственны За них Приходится Серьезную ответственность Нести Как говорится Назвался Грузием Полезая В кузаук Вот Кто-то С собой Полностью Согласен А то У нас Сейчас Как-то Мода На славянство Пошло Пошла Мода На славянство Все как-то Вышиванки Начинают На себя Натягивать Здороваются Солнышком Это все Замечательно Здорово Природа Любит Отлично Собираются У костра Вообще Здорово Слов нет Но Мне хочется Чтобы этим Не ограничивалось Потому что Это всего лишь Видимая сторона Это всего лишь Навсего Какое-то Единение Отлично Но Хотелось бы Чтобы внутри Было единение По всем параметрам Того самого Микрокосмоса О котором ты говоришь По всем параметрам Осознания Понимания А это уже Работа над собой Любимым Это уже Держать себя В таких Жестких Ежовых Рукавицах Ну ладно Давай Не будем Останавливаться Дальше Вопросы Продолжают Вопрос Ведущему От Варга Что означает Ваше имя Рахман Торрр Торр Это скандинавское Имя Бог Торр А вот Ер На конце Это как бы Фонетическая Озвучка Буквицей Ер Вот То есть Иногда пишут Допустим Просто Тор Или вот В фильмах Там современных Там про Тора Фильмы снимают Про Мола Тора И так далее Какое отношение К славянству А у нас По Волге Здесь Дракары Викинги Как бы Ходили И это Все Доподлинно Известно Поэтому Я как бы Нахожусь Дома Но Рахман Это как бы Духовный Сан Вот Ведущий Человек Вот такой Ответ Хорошо Дальше Вопрос От Ингвар В прошлом Эфире Вы много Говорили Хорошего Про Сав Патр Ди И иных Известных Славянских Кругах Людей А вот В записи Вашей конференции Рахманизма Другие Веручения Конференция Рахмана Тора 14.04.2016 Вы заявляете Что Сав По сути Подделка Что ваше Веручение Изначально А английзм Нет Плюс Нелестно Высказываетесь В сторону Прочих Славянских Течений Говорите Что вам С ними Не по пути А нами Уважаемые Люди Являются Сборщиками Да Не с нас Как паствы Как же так Получается Что здесь Вы говорите Одно Что нам Может понравиться А за глаза Другое Может тогда Выскажись Как есть Без лицемерия Зачем Нас Вводить В заблуждение И это Вопрос Задал Ингварь Из чата Ну Много Он сам Придумал Как бы Я просто Приведу Такой Пример Что Ленин Со Сталиным Вместе Революцию Делали Да Но у них Были Определенные Идеологические Как бы Я не Скажу Противоречия Но Нестыковки Да Диалектику Никто Как бы Не отменял Единство И борьба Противоположностей От простого Сложному К сложному Отрицание Отрицание Вот Поэтому Как говорится Мы движемся В одном Правильном Направлении А Допустим О конкретных Каких-то Лидерах Ну посмотрите На них О которых Я говорил Там И может быть У вас тоже Глаза откроются В этой Как бы Уважаемой Аудитории В формате Этой передачи Я не хочу Переходить На личности Просто И правильный Имеющий Уши Да услышит Имеющий Очи Да узрит Но все-таки Вот здесь Он упоминает Про то Что ты сказал Что Саф Это подделка Здесь Что-то Про эти слова Ты можешь сказать Я такие слова Никогда не говорил Что это подделка Просто человек Как бы Ну Не воспринимает То что я говорю Эта конференция Она предназначена Была для учеников Которые Занимаются Я говорил Что Какой-то Материальный Носитель Чтобы из круга В круг Перенести Он должен Как бы То есть Определенными Характеристиками Определенными Свойствами Обладать Только и всего И мы с вами Понимаем Что Не носить Женщины Одежды Мужские Это Не заповедь 950 тысяч Лет назад Это Редукция Трансформация Значит Для современных Людей И То есть В этом В этом смысле Что Есть заповеди Древние А есть То что Уже Ну Не совсем Наводил А как бы До Делка Как говорят Оптимизация Древних Заповедь Под современность Правильно я тебя понимаю Конечно Конечно Или допустим Вот Вернитесь Своим корням Это что 950 тысяч Лет назад Там Бог Рамхат Уже Наставлял На путь истинный Ну наверное Это современного Человека Наставляют Ну да Если там люди Жили по конам И по Нашим Каким-то Правилам То в этом случае Тогда Зачем им возвращаться Если не так живут Это то же самое Или заповеди Я прошу прощения Заповеди Перуна Почитайте Там Супруг Супругу Дети Родителей Это же Ну Очевидные вещи Как бы Да Но Не для всех Современных Как бы Заблудших Людей Вот и все Понял тебя Так вот Ингварь здесь уточняет Видишь Обратная связь Как быстро работает Пишет Он говорил Ну то есть Ты говорил Что отец Александра Набрал в САФ Много из каких-то Тамплиерских хроник Вот что это за хроники такие Почему из тамплиерских Я конкретный пример Приводил Как допустим Вот Книга света Версталась Да На самом деле Но это кухня церковная И она Она предназначена Для Как говорится Эта информация Предназначена Для священнослужителей Какое Дело Вам Ингварь Как Допустим Родился Тот или иной Источник Который Вы сейчас Читаете Да Ну ты знаешь Иногда Люди Задят вопрос Мне очень важно Почему Если вдруг Это от наших Врагов Пришло То как Это можно Использовать Но меня даже Другое Здесь интересует Если уж мы Такую тему Затронули Опять же Тема Несколько скользкая Не хочется Здесь как на личности Переходить Но так или иначе Вопросы все равно Возникают Да И хотелось бы Как можно Точнее И Правильнее Ответить на них Чтобы Не вызывать Каких-то Противодействий И все-таки Вот когда Задаются такие вопросы Я лично Задаю себе Сам вопрос А что Было первично Вот Те же самые Тамплиеры Когда они Появились И когда У них Появились Эти знания То есть Если вдруг По каким-то Причинам Был Ну скажем Некий человек У которого Было какое-то Богатство Потом Его ограбили Его убили Богатство Забрали себе Но у человека Остались дети Которые Своим внукам Рассказывали Правнукам О том Что да Был такой человек Было богатство Но его воры Украли И этого нашего Прадеда Убили Грубо говоря И наступает Момент Когда это Богатство Найдено Эти воры Найдены И богатство Найдено И когда Наследники Приходят Забирать У них Наследие Свое То есть То что Принадлежало Прадеду Прапрадеду Им кто-то Говорит Но это же Не ваше Вы же берете У воров Как вы можете Это брать Это же ворам Принадлежит Вот я примерно Так себе Это представляю Скажи Насколько Имею Право Так Мыслить На твой взгляд Ты Представляешь Себе Историю Непрерывной Я представляю Себе Историю Дискретной То есть Материальные Носители Из круга в круг Не переносятся То есть Вот Все Наши Источники Которые Предстают Нашему Взору Вниманию Они были написаны Рождены И сочинены После 1868 Года Вот только и всего Это моя доктрина С ней можно соглашаться Можно не соглашаться Можно ее оспаривать Можно какие-то Кумранские Там эти свитки Вот Я просто Вот Как бы В своем поместье Смотрю Что становится С гвоздем В земле За несколько лет А тут какой-то Кумранский Свиток С мертвого моря Значит Которому Там 2000 лет И Кто это И как Определял И так далее Мне просто Напросто Смешно Но Мое восприятие Такое Поэтому Все что В нашем Круге жизни Который уже Закончился Как бы Мы Могли Наблюдать Читать Оно все Написано Разработано И родилось Здесь В нашем Круге Откуда Берется Значит Как бы Первичная Информация Но Это Генетическая Память Тех Людей Которые Переходят В наш Круг Но Я хочу Сказать Что В нашем Круге Очень Много Молодых Душ Которые Только Здесь Как бы Родились И для Них Вот Это Вот Допустим Сказание Тех же Тамплиеров Русских Тамплиеров Значит Они Являются Пустым Звуком У них Просто Нет Никакого Резонанса А вот У тех Людей Которые Допустим Пожили Уже В других Кругах У них Там Резонанс Определенного Толка Возникает То есть Все От уровня Развития Людей Зависит Только И всего И вот Сейчас Много Говорится Об Объединении Славянства Но Надо Просто Иерархию Соблюдать И Понимать И Не И Как бы Не Говорить Нравится Тебе Человек Или Не Нравится А Мне Кажется Нужно Обсуждать Ту Информацию Которую Говорит Этот Человек И Если Допустим Отец Александр На втором Курсе Говорит Создавайте Славянские Поселения Закрытого Типа И Сопротивляться Не Надо Я Идеологически С этим Не Согласен Но Это Мое Восприятие А Это Его Восприятие И Он Его Не Взял Из Каких Древних Источников Он Сам Рекомендует Значит Тем Священнослужителям Которые Учились У него Вот Значит Поступать Таким То И Таким То Образом Вот Только И Всего И Я В своих Конференциях Вот Допустим Историю С Исламом Вот Говорят Шестой Век А На самом Деле Значит Это На Рубеже 19 20 Века Это Течение Возникло И У меня Есть Первый Коран Который Был Напечатан В Казани Он 1905 Года И До Этого Раньше Вот Такого Учения Вообще Как И Не Существовало Никогда А Вот В Тех Медресе Которые Сейчас В Арабских Эмиратах И Так Далее Им Другую Совершенную Историю Как Б Преподают Я Держу Связь Со всеми Конфессиями И Поэтому Я Вижу Что Другие Конфессии Они Натягивают Очень Древние Одеяло На Себя И Надувают Щеки И К сожалению У них Сакральный Смысл У всех Утрачен А У нас Такие Богатства Как Коруна Как Всесветная Буквица Как Глаголица Как Те же Самые Сефироты То есть У людей Сейчас Очень Много Шпаргалок И Я Вот Уже Говорил На Полном Серьезе Времени Очень Мало Осталось Для Того Чтобы Какие Предпринять Внутренние Духовные Подвижки Мне Ученики Каждый День Докладывают Что У них Только Что-то На Расчистилась Какая-то Жизненная Ситуация И Я думаю Что Меня Может быть И другие Люди Услышат Та же Как Тебе Алексей Но Ты Произнес Слово Сефироты Я думаю Что Опять Может Вопрос Как Же Так Неоднократно Говорил Все Фигуры Ротации Это Замечательно Кто Мне Скажет Что Это Не Наше Это Замечательно Прошифровки Я Сейчас Закончу Вопрос Просто Прошифровки Мы можем Любое И латинское Слово И английское Слово И немецкое Да хоть Папуасов Взять И Так же Расшифровать Получится Наше Но Неоднократно Говорил Ты с этим Согласен Подожди То что Ты сказал Согласен Но с точки Зрения Я же не Закончил Мысль С точки Зрения Того Что Говорилось Изначально Что Все-таки Сефироты Это Не совсем Наше Это Несколько Привнесенное Оттуда Инородное А у нас Все-таки Числа И даже Это Подожди Я третий раз Пытаюсь Закончить Свою мысль Так вот У нас Все-таки Если у них Шутка такая Была Бог Циферблат То у нас Бог числа Бог То вот В этом случае У нас были Числа А не цифры А цифры Пошли как раз Сефиротов А это Так же Любое слово Можно брать И его Раскладывать Нашими Буквицами И будет Вполне Все складно Звучать Это уже Такие Эксперименты Проводились Все-таки У нас Сефирот Или Числа Для этого Надо обладать Знаниями Значит Я хочу Сказать Что Сефироты Это не фонетический Язык Это Язык Образов Это Язык Науки Современный Идиш И современный Иврит Они к Сефиротам Никакого Отношения Не имеют Абсолютно Для того Чтобы Использовать Эти 22 фигуры Ротации В качестве Как бы Любой Образованный Грамотный Человек Должен Это изучать И вот Сегодня В теме Было Заявлено У меня Структурирование Человека Без знаний Сефирот Без знаний Образов Невозможно Структурировать Себя А если Ты не Структурируешь Себя Ты есть Просто-напросто Амеба Которая Просто Будет Аннигилирована И все В этом Как бы В этом Квантовом Скачке И вспышки Света И я никого Не пугаю Я просто Знаю Что будет Вот и все Ну вот Я специально Открыл Не наш Не наш алфавит Я читаю АЛЕВ БЕТ Или БЕЙС ГИМЛ Или ГИМЛ ДАЛЕТ Или ДОЛОС ХЕ Или ХЕЙ ВОВАВ То есть Там если Есть какие-то Первичные Буковки То это Что не говорит О том Что полностью Повторение Это то же самое Можно также Призваться Например К любому Алфавиту Ну к тому же Не знаю Древнегреческому Алфавиту А кто сказал Что я так читаю Не ну ты уже Неоднократно Два раза Ты проявил Если ты Если ты АЛЕТО БЕЙЛ Это ГИЛ Это круголет Числа Бога Это Это калядар Да Согласен Просто мне уже Немножко Как бы уже Становится Немножко уже Это самое Как вам сказать Ну вы же слушайте АЛЕТО БЕЙЛ Это ГИЛ Это И сравните Это самое С этими Сефиротами Или с греческим Алфавитом Кто держал Кто держал Я же тебе То же самое Говорю Кто хоть раз Держал учебник Древнегреческого языка Там он обрамлен Как в Эрмитаже Значит Нашей свастикой Да И это Жреческий язык Но в латинском Фонетически Нет буквы Живите И поэтому Жреческого языка Греческим Стало А люди Все говорят На креольском языке Они говорят Чисто на фонетическом Безобразном Языке И современный Русский язык Он Чисто креольский Или албанский Фонетический Надерганный Отовсюду И совершенно Люди Когда говорят На нем Они Абсолютно Разлучены Со своим сознанием И мне Очень часто Приходится Сталкиваться Значит С духовными Лидерами Которые Значит Занимаются Полевой работой Нажимают На клавиши Земли Сами не понимают Значит Значение Образов Рун Буквиц И так далее Поэтому Просто надо Просвещаться Вот такой путь И еще не поздно У меня ученики Допустим Корону Там Учат За очень Короткое Время И В образах И в цветах И я ее даю Намного Глубже Чем она В интернете Как бы Дается И люди Сразу Начинают Значит Смыслы Как бы В словах Искать И не надо Если кто-то Говорит Что я там Какие-то Значит Эти самые Инородности И использую Он просто Ну Не знаком Как бы С материалом Только и всего Вот этот Уже Придется Значит На личности Перейти Богомил второй При слове Брахман Или при слове Инглиизм Или при слове Рамхаинта Приходит в неистовство Почему? А он просто Непросвещенный Человек В этом вопросе Ну так Пусть просвещается И так далее И я не сталкиваю Лбами Каких-то Лидеров Между собой А я Обладаю Целостной системой И они К сожалению Частями И они Не хотят Садиться За настоящий Стол переговоров И разбираться Между собой Потому что Богомил Свои пятины Значит Другие Конфессии Значит Свои приходы А друг друга Не видят И только Одни обвинения Это совершенно Неконструктивно И ты со мной Согласен Да абсолютно Согласен Что есть у нас Нам надо Консенсус находить Ну а как Подожди Как ты консенсус Можешь навести Как ты можешь Консенсус найти Опять слово Не наше Согласие Лучше да Наверное Слово Почему это слово Не наше Ну кто тебе сказал Что это не наше Слово Это ж твое Восприятие Только и всего Хорошо ладно Консенсус Если ты приходишь Придешь на мой урок Ты через два часа Узнаешь больше Чем ты знал За всю свою жизнь Но это Но это не значит Что Как бы Надо отрицать Все что ты слышишь Хорошо Я Хорошо Консенсус Хорошо Слово Консенсус Так вот Это же кон Кон Корень-то Кон Кон и восприятие Восприятие Кона Это наше слово И мне вот это Вот эти почвенники И славянофилы Они мне просто Смешны Расширяйте свой Словарный запас Значит Расширяйте свой Эпистолярий Расширяйте свой Глоссарий Смотрите шире На вещи Изучайте Как учил Владимир Ильич Ленин Берите Отовсюду Все самое лучшее И тогда У вас Будут открываться Глаза Я не к тебе Алексей Вообще К тем людям Которые Ищут везде Как бы Чужеродное Не наше И Будут продолжать Ходить свиночком На голове И ничего не делать Ну хорошо Слава Консенсус Так вот Когда Пытаешься С кем-то Найти консенсус То в этом случае Иногда возникает Такая интересная ситуация Что кто-то Может оказаться Намного выше тебя Своим разумением Или бывают Случаи обратные Когда кто-то Оказывается Намного ниже Твоим разумением С тем Который выше Иногда бывает Довольно просто Потому что Он может Опуститься на твой уровень И Как-то С тобой договориться На понятном тебе языке А вот Который ниже тебя Уровнем развития С ним бывает Сложнее договориться Потому что Ты знаешь Для чего Консенсус Нужен Для чего Вот это Согласие Нужно Для чего Необходимо Прийти К соглашению Консенсусу А он Этого Не видит И он Продолжает Тянуть Идеяло На себя И тогда тебе Как более Разумному В чем-то Более Просвещенному Выше стоящему На уровень Духовного развития Или вообще На другом уровне Развития Приходится Опускаться На его уровень И как-то Его сдерживать Так вот Может быть Те случаи Когда не удается С кем-то Найти Консенсус Это говорит Не о том Что Я не могу С ним найти Потому что Я великий А просто потому Что я такой же Как и они Что-то не понимаю Иначе Иначе Я бы сумел Найти с ними Договор Если уж Я такой Знающий Великий То что Мне стоит Опуститься На ступенечку Пониже И просто Понять того Кто еще Не дорос До моего Уровня Я Хореец У меня Это в крови Я тяну До своего Уровня Просто За пять минут Ну Очень Как это Чуковский Да Тяжелая Это работа Из болота Тащить Бегемота Да Ну хорошо А ты Лично Встречался Вот с этими Представителями Которых Здесь упоминал И не упоминал Пытался им Предложить Давайте-ка Ребята Жить дружно Давайте Не будем Друг на друга Какие-то Батоны Крошить Бочки Катить Я просто Как сказать Готовился К иступлению Да У меня Конспекты Значит Я как тот Эдисон Рассказываю Вот лампочка Накаливания Вот вакуумный Баллон Вот электрическая Цепь Вот Эти самые Аккумуляторные Батареи А меня Из студии Спрашивают Мэтр А как керосин По проводам Подают Вот я В такой Точной Ситуации Как бы Сейчас И Нахожусь Не потому Что я Лицемер Или Не потому Что я Высокомерный Я наоборот Очень Стараюсь Как бы Языком Доступным Для широкой Аудитории Вот например Алексей Питание Вот стоит Только по Образам Разобрать Пи Это Пи Этика Это Грамотное Мышление Грамотное Движение Грамотное Восприятие Восприятие Талево Это восхождение То есть питание Это Значит Инструмент Для Самосовершенствования А под питанием Допустим Люди Понимают Кушать И они Свои Тела Спрашивают А полезно Ли Есть Морковку А буду Я ли Лучше Видеть А морковка Тут ни при чем У нас же Образное Восприятие И Питание По большому Счету Люди Должны Человек Должен питаться Впечатлениями Он должен Смотреть На дно Пруда Глазами Рыбки И этим Питаться Он должен Смотреть На какие-то Заросли Глазами Вепря И этим Питаться Он должен Смотреть С высоты Птичьего Полета Глазами Журавля И этим Питаться А пищевая Цепочка Вот Она начинается С глаз И И значит Заканчивается Амусом Прямой Кишкой И После После глаз Идет там Допустим Рот И Это же Образные Структуры И вот Люди Питаются Значит Просто Как бы Они Вкушают Определенные Как бы Вещи Продукты И Переводят Добро Вот На Тот Материал Который Как бы Некоторые Используют Как удобрение А вот Эта Пищевая Цепочка И пищеварительная Система Это Всего-навсего Есть Система Познания Которая Заложена В нашем Организме Это Звучит Фантастично Это Звучит Непривычно И Люди Скажут Зачем Такая Информация Если Остался Как бы Один Год А Весь Образное Восприятие Оно Кардинальным Образом Перестраивает Человека Вот Например В 90-е годы Был Такой Лама Востоков Он Показывал Женщину Которая Просто-напросто У нее Было Около 90 Диагнозов Она Просто-напросто Вообразила Себе Что Она Светящее Существо И Она Просто Задала Себе Вопрос А что Может Болеть Светящим Существе И Она Стала Свободной От своих Всех Этих Диагнозов Поэтому Вот Эти Все Системы Которые Нам Медицина Диктует Гормональные Выделительные Иммунные Пищеварительные Сердечно-сосудистые Нервные Костно-мышечные Кровитворные Значит Дыхательные И Высшая Это Третья Сигнальная Система Речь Она Всем Управляет То Есть Людям Выписывают Таблетки Лекарства Новый Метод Терапии Допустим Резонансная Терапия Но Высшая Система Управления Как Речь Или Это Как бы Высшая Наработка Людей Во время Их Жизни Она Позволит Кардинальным Образом Перестроить Весь Организм Начиная С Гормональной Системы И Заканчивая Эти самые Дыхательные Поэтому Не все Потеряно И все Это Можно Изучать И вот В чем Истинное Питание А сейчас Очень много Информации О так называемом Здоровом Питании Как я должен Питаться Чтобы стать Здоровым А нужно Менять свое Сознание Нужно Наполнять Его Образами И в этом Есть Структурирование Ведь Если представить Человека Как 16-этажный Бом А он Сейчас Живет Как люди В Донбассе В подвале Так по Его 16-этажам Гуляет Абсолютно Кто Угодно С Любого Плана Существования Любой Как бы Этимологии Антогенеза И совершенно Как бы С противоречивыми Запросами И требованиями И просто Они находят Вот этот 16-этажный Дом Человеческий Как Лакомый Кусок Где можно Поселиться И творить Все что угодно Отсюда Люди Неадекватные Отсюда Люди Воюют И так далее И Приход Мировой Женственности Он не автоматически Здесь все вопросы Решит А Только тем Кто Внимает Приходу Этой Мировой Женственности Кто Воспринят Воспримет Себя Вот этот Цвет Инглии Кстати Есть большая Разница Между Инглиане Инглинги Инговое Окончание Это непрерывность А Яне Это значит Ограниченное Какое-то Воздействие То есть Грамотно Инговое Окончание То есть Люди Должны Постоянно Развиваться Постоянно Напитываться Значит Информацией И Которая Будет И Структурировать И Тем Самым Получит Возможность Выхода Во внешний Мир То есть Люди Сейчас Представляют С собой Карпускулы Которые Замкнуты В своем Восприятии И у них Поэтому И земля Круглая И поэтому У них Сутки Одни Сутки Похожи Друг на Друга Они Следуют В развитии У них Лита Похожи Друг на Друга И Вся Жизнь Как бы Скучная Но не Все потеряно Есть еще Время Хорошо Давай Будем дальше Вопрос задать Или тебе музыка Нужно отдохнуть Немножко Я в прошлый раз Просто был в восхищении От предлагаемой музыки Про Волгу Матушку И так далее Может быть Сейчас что-нибудь И у тебя есть Ну Музыки Есть Много Разные Поскольку мы Говорим про землю То давай-ка Что-нибудь Про землю Так и Послушаем Отдохнем Четыре минуточки Да Будь любезен Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор На Народном Славянском Радио Напоминаю Что сегодня У нас 14 июня 2016 года Вторник По одному Из современных Календарей По одному Из старинных 24-й день Месяца Ветров 7500 до 4-го Лета Третейник Мы говорим Мы говорим Про Рахманову Традицию И как Она Понимает Человека Как Макрокосмос Рахман Торрер Главный Сведущий И мы Продолжаем Зачитывать Вопросы Которые Поступили В чате Сайта Народного Славянского Радио Как попасть На сайт Уже говорил Из любого Поисковика Войдите Набрав Народное Славянское Радио Славмир 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 Сайт И дальше Уже Вы найдете Слово Чат Если еще Не зарегистрированы Логин и пароль Себе придумайте Укажите Контактный Емейл И в общем-то Все Можете пользоваться И в дальнейшем Ничего себе придумывать Уже не надо Вводите логин и пароль Который придумали Раньше И общайтесь С друзьями Задайте вопросы В наш эфир А я также напомню Что помимо чата У нас еще существует Первая Славянская Защищенная Социальная сеть Это Тех сетей Которые создавались Непонятно кем Непонятно для каких целей В этой сети Каких-то проблем С Уходом информации Налево Не должно происходить Потому что Не для этих целей Состроилось И Вы можете Общаться там с друзьями Также есть форум Где собрано Очень-очень много Полезной Интересной Информации Итак Если не возражаешь Я буду продолжать Зачитывать вопросы Я только Маленькую Ремарочку Я когда слышу Позывные Когда слышу Анонсы Вот эту птицу Говорун Я сразу прям В некое такое Образное пространство Родное Теплое Какое тут попадаю Очень меня Мне импонирует Благодарю Хорошо Благодарите За теплые слова Исидора Задает вопрос Вопрос Рахман Туреру Что такое Энергия Аккумуляция Энергии в себе Это и есть Здоровье Многие Жалуются На отсутствие Жизненной силы За жизненной Энергии На что И с чем Рассчитывается Она Немножко Чуть-чуть Не разумительно Но я Суть уловил Я воспринимаю Энергию Как инерцию То есть Жизнь человека Она энтропийна То есть При рождении У него Определенный потенциал Который он Расходует В течение Жизни И вот Та инерция По которой Человек живет Сейчас 80 лет К примеру Это и есть Его запас инерции А для того Чтобы он Продолжал жить Дальше У него должна Включиться Не только Буковка Вита В которой Заложена Энтропия Но должна У него Включиться Образ Буковки Актив И вот При соединении Буковки Вита И актив У нас Получается От От чего Люди пошли То есть Грамотный Жизнистрой И вот Тогда Человек Не заканчивает Своё существование Допустим Восьмидесятью Годами А живет Допустим Круг лет А потом Переходит Следующий Круг лет И если В современной Анкаре Посмотреть Бюсты наших Ханов Там Время жизни Шестьсот лет Четыреста лет Там Двести лет Сто лет Вот Лица славянские Лица арийские Люди наши То есть Память из других Как бы Кругов Перешла сюда И пожалуйста Можно Посмотреть Но правда Сейчас у нас Там Есть затруднения Поехать посмотреть Но можно В интернете Как бы Увидеть То есть В человеке Должно Пробудиться Активное Жизненное Начало Тогда он Будет Оправдывать Своё Образное Предназначение Как чело Это хранилище Информации Которое В течение Века Веком Может быть Служить Круг Жизни Или 256 лет Или Юга 400 лет Или Маха Юга 1620 лет Или Чертог Или Весь Сварожий Круг 25 920 лет То есть Вот ресурсы Человека А Энергия Инерция У него То есть Это Современные Люди Живут По инерции И поэтому Накапливать Инерцию Её Бессмысленно Нужно Накапливать Активный Жизненный Потенциал А он Как уже Многие люди Понимают Заключается В мышлении Человека Как говорил Барок Спиноза Мысль Значит Существую И поэтому Пока человек Мыслит Пока он Развивается Он Он Живёт Свой Век И Осуществляется Наследование Передача Из круга В круг От Значит От родителей К потомкам И так далее И здесь я хочу Сделать Очень важное Замечание Вот современный Сварожий круг Это как бы Застывшая картинка Вот те 16 богов Которые Сейчас там Запечатлены Это 16 Людей Высочайшего Уровня Развития Которые Значит Сгенерировали Определённую Улитку Времени Нашей Вселенной Но Если Значит Неразвитые Люди Будут Уповать На Рамху На Дживу На Макош На Рожану А сами Не будут Не прилагать Никаких усилий Для генерации Реки Времени Для Активизации Своих Жизненных сил То этот сварожий круг Он им не поможет И он будет для них Пустым звуком И пустой картинкой И она будет Вот эта цифра 25 920 лет Будет дразнить Только людей И приводить их В уныние А люди Должны жить Сварожий круг Полностью Поэтому В моей школе Человек определяет Свою магическую Специальность Он занимает Свой чертог И начинает Генерировать Свойственную Ему компоненту Реки Времени И вот В этом случае Люди получают Возможность Удвоить Утроить Свои жизненные Ресурсы И Реализовать себя Насколько это Можно в наших Условиях Максимально Вот такой ответ Хорошо Следующий вопрос От Сильвестра Все люди Данного Круга Перешли С предыдущего Что будет С данным Кругом Когда все люди Перейдут На следующий То есть Здесь два вопроса Два вопроса Первый Так ли Что перешли С предыдущего И что будет Когда перейдут На следующий Я уже упоминал Что здесь есть Молодые Души Которые Закончили Свою Эволюцию Допустим В животном царстве И они сейчас люди И они только Набираются своего Как бы Жизненного опыта И они еще Похожи на зверей Они еще Себя Как бы По-зверски Значит Ведут И все наши Как бы Классики Пистолоцы И Макаренко Они все говорили Что Человек должен Победить себе Зверя Это они И имеют Именно тех людей Которые Вот только здесь Как бы Первый раз Воплотились Ну а те Которые здесь Жили уже В других кругах У них естественно Есть свой опыт Есть своя родовая Генетическая память Сейчас очень много Техник Вот Дарислав Стариков Занимается В Омске Значит Воспоминанием Своих прошлых жизней Собирание Значит Своего жизненного Опыта Он значит Я ему тут даже Рекламу тут Устраиваю Значит Приглашайте Вот На семинары И Многие люди Смогут Вспомнить Свои как бы Предыдущие Наработки жизни И здесь Их как бы Умножить А что будет Когда наш круг Станет совершенно Гармоничным Ну как говорится Откроется Новый Оон Новые небеса Мир легов Нам откроется Но Он будет уже Обогащен Нашим Как бы Здесь Бесценным Опытом И я считаю Что наши Жизни И наши Усилия Здесь Не напрасны И Определенные Как бы Духовные круги Их растенивают Только В свете Страданий Я так не считаю Я считаю Что каждый Человек Может найти В своей жизни Радость Вот То что Славяне Друг Друг Говорят Здравия Радости То есть Если полностью Говорить Это Радости Жения А Следующий Гармоничный Мир Гармоничный Круг Шестнадцати Измерений Это Мир Рады И поэтому Когда люди Проявляют Радость Они Устремляются В следующий Гармоничный Мир Но это Не значит Что они Должны Бросить Все Недоделанные Дела Все Неразрешенные Вопросы Которые Они здесь Проходят Как Жизненную Школу И тем Более Общаясь С существами Других Планов Существования Как Алексей Ты справедливо Заметил Здесь Есть Люди И Хорса И Арея И Мирцаны И Перуна И Варуна И Нея И Многих Других И поэтому Наш опыт Здесь Уникален И я думаю Он пригодится И нам И Людям Которые Попадут Следующий Труп Жизни И поэтому У нас В обращениях Везде И от Круга До Круга А вот В обращении Перед Учебой От Века До Века То 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 Идет Наследование Перенос Информации Из Века В Века Да Есть Такое Но Здесь Вопрос Немножечко О другом А что Будет С этим Кругом Когда Мы Перейдем На Другой Круг То То Есть Он Как То Переобразуется За нами Нет Здесь Будут Проходить Школу Те люди Которым Это Нужно С Их Уровнем Развития У которых Четыре Меры Мир Мир Людей И Меры Нашего Круга Это Образ Объем Многомерное Время Многомерное Пространство Но Смысл Говорить о 16 Измерениях Сейчас Нам нет Потому что Мы Получаем Весь Свой опыт В общем Принцип Простой Получается Что мы Переходим Из класса В класс Класс Остается Но Мы В этом Классе Оставляем О себе Память Мы Ремонтируем Уходя Парты Мы Ремонтируем Школу И Значит Из Там Из Деревянных Делаем Там Допустим Пластиковые Вот Вместо Деревянных Рам Оставляем За собой Там Допустим Стеклопакеты Я образно Говорю То есть Мы улучшаем Этот мир А иначе Смысл Хорошо Хорошо Так Дальше Следующий вопрос От Мартина Питание В экстремальных Обстоятельствах Сухое Голодание Отличается ли Детское питание От взрослого Я уже Упоминал Что Я под питанием Значит Прежде всего Впечатление Как бы Имею ввиду Вот Я Серьез Не воспринимаю Допустим Солнцеедение Или праноедение Для меня Это какая-то Искусственная И непонятная Ой да ладно Ты просто вкус не разобрал Еще Очень вкусненько Благодарю за шутку Алексей Вот И А вот То питание Допустим Про которое Я рассказываю Оно имеет Под собой Как бы Реальную Почву Вот допустим Сейчас Вот Вот этот самый Я не буду говорить Последний Год Я буду говорить Крайний Год Да Потому что Я все-таки Уверен Что мы Или здесь Будем дорабатывать Или как бы В следующем круге Я называю Крайний Год Существования Допустим Мы видим Запоздалое Холодное лето Что делать Не у всех Есть теплицы Во многих Регионах Сейчас показывают Хабаровский край Там все Укрывают Пленкой И так далее То подобное То есть Как вырастить Какой-то урожай То есть Людей к чему Толкают И склоняют Что можно Этим Огурчиком Помидорчиком Не обязательно Его себе Как бы Запихать Вот в этот Пищеварительный Тракт Для того Чтобы получилось Удобрение А есть Совершенно Другой Способ Питания Я сейчас Вот когда Это говорю Я Поддержки Опоры Как бы В аудитории Не ощущаю И поэтому Сам Даже Как-то Вот И не верю В то Что я говорю Но я знаю Что так Может быть И Можно же Купить Килограмм Каких-то Ягод на рынке А можно У себя Одну Вырастить Да То есть Это уже Как бы Вот такая Переходная Ступень И причем Можно Вот этой Клубничкой Которую Вырастил сам Значит Образно говоря Наезд На весь год А можно Покупать Ведрами Заготавливать Ее И так далее Она Будет Как бы Устопорожнен Этим Самым Грузом Вот что Я имею Ввиду И Так же Другое Вот я Прошлый раз Заинтриговал Как бы На Программе Все Значит Многие От меня Сейчас Ждали Какого-то Меню Здорового Там Это Питания Я хочу Сказать Что И в нашем Круге В прежние Времена И в других Кругах Значит Животный Белок Синтезировался У нас Сейчас Есть такие Как бы Суррогатные Продукты Которые Как бы Имитируют Животный Белок Как Допустим Соя Спаржа Вот Но Технически Или даже Биологически Нашли решение Чтобы этот Белок Синтезировался А Более Как бы Развитые Круги Назовем их Цивилизациями Они Биологическими Цивилизациями Они могут Синтезировать Белки В своем Организме При помощи Своего Восприятия Это звучит Фантастично Но путь Таков Гармонизации Питания Хорошо Ну мало Того Что Вот ты Относишься Как так К праноедам Солнцеедам Своеобразно Но ведь Я тоже знаю Людей лично Которые Много лет Уже ничего Не употребляют Но так Надо водички Приснуть себе В рот Чтобы там Не пересыхало Ничего В шутку Ну и нормально Хорошо живут Общаются Катаются Спортом Занимаются Все нормально Водички И тогда И тогда В этом Есть смысл А я Например Ну и что Занимаются Хаткой йоги А это Их развивает Нет А это Улучшает Какие-то Значит Морально-этические Морально-этические Допустим По поводу По поводу Про бегемот Ничего Окружающие Не выливается Не совсем А вот Восточная Восточная система Чакр Она Для Приобретения Личных Ситх Возможностей Сверхспособностей И они просто Торгуют Своими Как бы Демонстрацией Своих Достижений Хотя Они На уровне Как бы Таких Цирковых Трюков А Как бы Я Исповедую То Чтобы Человек Не просто Развивал Свои энергетические Центры Для того Чтобы он Преобразовал Трансформировал Мир Который Находится Вокруг него Вот Я в своем Тут родовом Поместье Мне каждый день Приходят советчики И говорят Это сруби Это выруби Почему-то у тебя Тут заросло Там переросло Почему там Такие-то у тебя Тут значит Какие-то непонятные Там насекомые И так далее И тому подобное И люди Своим вниманием Конечно Всему этому Мешают Но мы с супругой Наблюдаем Что Начали появляться Как бы Виды Которые Из красной книги Какие-то птицы Какие-то Значит Насекомые Я Жуть Как их Обожал В детстве И сейчас Вижу Все Что Было Практически Утрачено Растения Растанавливаются И выполняют Свои функции Те Которые Считаются Паразитами Они Плететь Образуют Другие Растения Образуют Симбиозы У меня клубника В траве Растет Я просто Людям Объясняю Ну вы же Когда в лес Идете Раньше лес Кормил И говорили Что Наши предки Такие Примитивные Они Занимались Собирательством А трех Четырех Яростный Лес Он полностью Кормил Там все Было Съедобное И вершки И корешки И орешки И так далее Но зачем Траву-то Эту Как бы Удалять Сейчас борются Допустим С конопливой Появилась Тля И так далее То есть Все должно Быть В гармонии И Это же Моя природа Это же Моя человеческая Природа И я Могу Управлять Значит Погода Вот Уже На востоке Например Строят Пагоды Или строили Пагоды Это храм Откуда Значит Шло управление Погодой А у нас Храм души И что И что Человеку Было По душе То в его Икониши И экологической Ниши В его весе То и происходило Весевой день Юстировал Солнцестояние Всю свою Весь И Вечевым образом Каждый Своего чертога Значит Определял Единогласно Какая Значит На Что Что день Грядущий Нам Готовят Для урожая Нужен дождь Значит Будет дождь Все это Начало Рушиться Тогда Когда Люди Стали Своевольничать Когда Они Не стали Слушать Своего Весевого Дия Не стали Слушать Своего Родана Не стали Слушать Своего Главу Клана И В них Один Выскочка Решил Что Сегодня Ему Значит Зимушку Зиму Подавай А второй С другого Берега Этой Речки Значит Ему Весну Третьему Осень И все Значит Пришло Разрегулирование И Результаты Как это Не фантастично Выглядит Мы видим Сейчас Исчезают Растения Исчезают Животные Они вообще Не понимают Зачем Они Здесь Нужны Человек К ним Относится Как К бродячим Ненужным Созданием Если Вепрь Не дай бог Забрел В город На него Или открывают Охоту Или выгоняют И существуют Даже Законы Современные Которые Запрещают Вообще Человеку Общаться С так называемой Дикой Природой А я считаю Что это Человек Дикий И Если мы Вспомним Наше Сказание Предания Легенды У нас Народ Он Общается И Свободно Как бы Выстраивает Взаимоотношения И с растениями И с животными И со стихиалями У нас Герой Он может И с месяцем Беседовать И Кирилле Красному Солнышку Обращаться И к мишкам И к лисичкам И так далее Вот в этом Отличие Восточное Оно Как бы Копирует И Подражает Безразвитие И все это Ведет К стагнации И к цирку А у нас Если это дело Возродится Если обратить внимание Наша Допустим Славянская земля Она Не тишит И не Изобилует Всевозможными Кровососами Всевозможными Вампирами У нас еще Как говорится Слава богам Нет никаких Чупакабар У нас нет Какого-то Взаимопожирания Вот У нас нет Хищных растений Это все говорит О нашей Славянской Природе И ее надо Культировать Ее надо Возрождать Поднимать О ней Вспоминать И Наш мир Преобразится Хорошо Следующий вопрос Смотрим От Светланы Как выглядит На самом деле Буква О То есть Так ли Как мы себе Ее представляем Благодарю Кола 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 Это Спираль Без Изменения Диаметра И шага Этой спирали Это кола Это Некий Процесс Стационарный Процесс В котором Ничего Не Происходит А вот Буквица Тор Это Значит Здесь Происходит Действие Меняется Диаметр Меняется Шаг Спиры То есть Происходит Реальная Жизнь Это Можно На Энцефалограмме На Кардиограмме Увидеть Как бы То есть Любой График Как бьется Наше сердце Как Значит Действуют Наши мысли Это Суперпозиция По Поряду Фурье Из Значит Гармоничных Колебаний И В этом Заключается Значит Реальная Жизнь И вот Сейчас Славяне Делают Возрождая Своё движение Как бы Делают Ошибку Они становятся В коло И замыкают Его То есть В замкнутом Коло Даже если Их несколько Допустим Делают И даже если Они в разные Стороны То Процессы Как бы Там Происходят Застойного Характера Ничего Не генерируется А У славян Всегда был Ручеёк То есть Вот эта Спираль Спира Которая Значит Не имеет Ни начала Ни конца Вот таким Должно быть Наше восприятие Текучим Вот таким Должен быть Наш мир Вот таким Должны быть Наши Реки Времени И И тогда Небесный В Ирии Он не просто Будет иметь Отражение Земной Ирии Значит Кстати Сразу В этой связи Упомяну О Волге Это Ирий Сияющий Ра река Если В Сибири У нас Есть Ирий Тишайший Молочная река Где много Серебра С кисейными Берегами То Волга Наша матушка Это Ирий Сияющий А в Африке Есть Тоже Ирий И где Дельта Этого Ирия Называется Это место Каир Там где Много Рукавов А земля И страна За Ирием Там До недавнего Времени Пока не Переименовая Называлась Заир Вот А Еще там Одна земля Есть Кон Го Го Это сыновья Корова Зимун А На слиянии Белого Голубого Нила Что Симметрично Это Ображается У нас Как Самара И Самарская Лука А там Лук Сор Это Просто Другая Транскрипция Прочтение То есть Это тоже Мировая Река И там На слиянии Хартун Харийский Таун Город Харийцев У нас Харьков Есть Допустим То есть Вот Как бы Все Взаимосвязано Все наше Только нам Нужно Это Как бы Подвосстанавливать И вспоминать Это не значит Что мы Войной Славяне Пойдем Войной На Африканские Там Эти племена Это значит Хотя Они там И есть Их Их Находят И по моим Сведениям Уничтожают Зачищают И Иногда Они даже В телевизионные Программы Как бы Попадают То есть Здесь нет Ничего Не нашего Наша культура Наша традиция Я уже Я уже Зашел туда Уже не помню С чего начал Понятно Так долго Отвечал Так долго Отвечал Что забыл Какой был вопрос Прошу прощения Вопрос-то был На самом деле Простой Как выглядит На самом деле Буква О То есть Так ли мы Ее себе Представляем Буква О Так она Как нарисована Просто Это самое Я хочу сказать Что Я объяснил Могу повторить Что про каждую Всесветную буквицу Я могу Бесконечно Как бы Понятно Но здесь не про каждую Здесь просто про это Вот этот кружочек О Это на самом деле О Или как-то по-другому Ее надо было Это 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 спираль В перспективе Как бы Ее срез Ага Понятно Вид сверху Скажем так Да Вид сверху Ну Или В проекте Да И она нам кажется Кружочком А так она На самом деле Спираль Ясно Хорошо Ну вот Видишь Как все просто Мы с тобой Разбираемся Оказывается Двоем Как тандем Получается Вопросы Можем разбирать Степан Романович Вопрос для Соведущего Рахмана Тора Петр Демьянович Успенский В своей книге Тертум Органум Ёлки-палки Это мое дополнение Ёлки-палки Подумайте Это не так называлось Утверждает Что движение В мире Более высокого Порядка Воспринимается С существами В мире Более низкого Порядка Как время Связано ли это С уровнем Развития людей И от чего Зависит внутреннее Внешнее время Я прям завидую Что у нас такие Радиослушатели Такие умные вещи Иногда пишут Так как ты думаешь? Тертум Органум Очень Как бы Известная И популярная книга Репринтные издания Которые После 91-го года Увидела Свет В свое время Как бы Зачитывался На самом деле Допустим Для кошки Мир Представляет Мир Движущихся Плоскостей Для того Чтобы Кошке Увидеть Объем Ей необходимо Чтобы Объект Ее наблюдения Пошевелился Или она Изменила Положение Своих Линзочек Изменила Фокусировку И тогда То есть Для нее Неподвижный Предмет Который Мы видим Свободно В четырехмерном Пространстве Для нее Значит Является Невидимым Естественно Это Эволюционная Ступень Развития Червячок Он живет На линии У него Вот это Его тельце Структура Его тельца Вот эти колечки Она Это как бы Спираль Которая Движется По прямой линии Для него Вселенная И мир Для этого червячка Она представляет С собой линию Для кошечки Я сейчас Привел Такой пример Это Уже Плоскость А для людей Это уже Объем Но что интересно Люди могут Менять Масштаб Восприятия Свой И как нам Из сказок Известно Они могут Остановить Солнышко Они могут Там Чтобы день Длился Столько Столько Нужно Это не сказка Это реальность Просто Сейчас как бы День Меняется Меняется По автомату А люди Это Могли То есть Развивая Своё восприятие А если Человек Будет Воспринимать Время Как четвертое Измерение Пространства Он может Свободно Смотреть В прошлое Будущее В сторону И так далее Механически Это в НЛП Как бы Используется Вот Но Там Просто Как проекция Отображения Без реального Проникновения По реке Времени В каком Нибо Направлении То есть Человек Сам по себе Есть И машина Времени И средства Передвижения И средства Общения Вот И все Те костыли Которые Сейчас Навесили Человеку Они Вообще Могут Как бы Не понадобится Ты вот Много раз Уже говорил О том Что Не все Так На самом деле Есть Как люди Воспринимают Ну Во-первых Мы начали с того Что Здесь мы Не сами Здесь только Наше Представление О нас Самих Как мы Это Проекция По договоренности Да Проекция Образа Мы здесь Создали Тут много Чего Для нас Тут кое-что Создали Кто-то В игру Ввязался Кто-то Сам В этой Игре Принимал Участие Создавая Но Дело не в этом И вот Ты говоришь Что люди Раньше Могли Вот это Раньше Могли Вот это А теперь Вот так Вот так Кому-то День Подавай Кому-то Ночь Кому-то Весну Кому-то Осень Кому-то Летка Но Зиму Сразу Вспоминается Маяковский Послушайте Ведь если Звезды Зажигают Значит Это кому-нибудь Нужно Значит Кто-то Хочет Чтобы Они Были Значит Кто-то Называет Эти Плевочки Жемчужиной Сразу Тогда Слова Маяковского Вспоминаются Здорово Да Ну ладно Хорошо Давай Дальше Продолжать Наш разговор Я вот Извини Маленькую Ремарочку Почему Люди Не слышат Не видят Мысли друг друга Потому что Им есть Стало что Скрывать Только и всего Вот Меня тут Хотели Противопоставить С отцом Александром Вот Он четыре раза Ко мне Приезжал В Минск Допустим Там Выходили В какое-то Замкнутое Там это Ну Пространство Помещения Когда вдвоем были Я Вижу Что он Спокойно Читает Мысли Почему Мне нечего Скрывать От него Ему Нечего Скрывать И Люди Допустим В семье Родни Они же Могут Этим Пользоваться То есть Способности Не враги Отняли А способности И возможности И видения В том числе Ведь Человек Он Способен Управлять Своей реальностью На 226 Верст В округе Вот это Весь Этого Человека А Человек Сейчас Замкнут В таком Пространстве Что у него Уже Соседи Враги И он Себя Вообще Иногда Даже В семье Запираются В разные Комнаты И себя Ограничивают И вместо 226 Верст Вообще Получается Как бы Вот это Тюремная Камера В которой Люди Находятся Все В их руках За далью Даль Как всегда Это и было И обратите Внимание Что раньше Суженные Никуда Ты пойдешь Со мной На край света За горизонт Не потому Что им Надоело Здесь А потому Что Мир Был Текучим Он Развивался Он Не был Шаром Он Не был Круглым Он Не был Замкнутым А была Бесконечная Перспектива И наш Мир Он Как Вещество Пятого Измерения Представляет С собой Пену Но в потенциале Но это Нужно Нарабатывать В себе И все Это Заключено Как бы В буквицах И Люди Они Могут Только Объединив Свои усилия Выстроиться В эту Живую Спираль И Открыть В себе Вот эти Пять Измерений Пространства Такие Как Долгость Ширость Глубость Ширость Долгость Толстина И пенность То есть Все в руках Людей И вот Когда Ученики У меня Проходят Инициацию Они Как бы Присягают Сами себе Своей Своей Человеческой Природе Пройти Вот этот Весь путь Воединочестве И славяне Всегда Приветствовали Друг друга Такими фразами Радости Жения И ответ был Свободы Воединочестве Сейчас Многие Славяне Называют Себя Вольными И живут По принципу Что хочу То и Ворочу То есть Они не понимают Что свобода Есть осознанная Необходимость Осознанная Необходимость Идти Перуновым Путем И тогда Будет Прогресс И тогда Будет Радостяжение Ты когда Сказал Про Версты Что вот Такое Расстояние Мне так Как-то Представлялось Что мысль Она не имеет Такое Ограничение Такое Ограничение Весь 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 Ну Хорошо Просто я уже Начал Говорить про мысли Мысль Она не имеет Ограничения Мысль Она намного Быстрее Распространяется И в общем-то Не имеет Ограничений В расстояниях Поэтому То что Если открытое Что-то То ты воспринимаешь За миллиарды Триллионы Километров И прочее Прочее А их нет Да И в ту же Самую секунду Ну Если Есть Те Земли Кроме Мидгорода О которых ты говорил То как-то Иначе Они должны Присутствовать Эти измерения Поэтому Все равно Они присутствуют Так или иначе Вот Но Даже если Учитывая то Что здесь Это виртуальный мир Для виртуализации Вообще Не существует Расстояния Поэтому мысль Она Хотя и материальность Может Некоторую представлять Но с другой стороны Она Перемещается Намного быстрее И мало того Что мысль Рожденная В одном Черепушечке В одной черепушечке Она также рождается Одновременно В другой черепушечке И просто Некоторые Некоторые Не могут Это уловить Ну ладно Это уже Такой Интересный Разговор У нас Получается Давай дальше Мальвина Вопрос Эфир Что есть Излучение Человека Во внешний мир Имманация Человека Это все Что мы Видим Вокруг Себя Всю Туглосу Тех Слоников На Комоде Те Кумиры Наших Богов Тот Наш Дедов Уголок Значит Что-то у нас Там В горнице Еще Находится И так далее Это все Есть Наши Имманации То есть Все есть Как бы Поле Но мы Актуализируем И наполняем Своими жизненными Силами И Всем известно Что как только Человек покидает Своё жилище Там все сразу Рушится Валится Приходит Ветхость И когда нам Говорят Что найден Какой-то Артефакт Которому Там Сколько Там Сколько То там Чего-то Вот Это все Конечно Только Категории Ума Тех Ученых Мужей Которые Так Как бы Заявляют Я все-таки Отпарирую На Вот Твою Реплику Насчет Чего-то Где-то Там Что-то Есть Я хочу Вот Такое Сделать Откровение Что Галактика Млечный Путь Находится У человека В правом Запястье А галактика Туманной Сандромеды У него Находится В левом Запястье И только И вот Нам говорят Что там Через Сколько-то Там Миллионов Лет Значит Произойдет Столкновение Двух Галактик И значит Снова Наступит Там Время Трех Солнц А галактика Через галактику Будет проходить И так далее Оно Наступает Каждый раз Столкновение Этих Галактик Когда Человек Пиетически Соединяет Своё Левое И правое Запястье Но он Этого В обыденной Жизни Как бы Не делает И он И не Подразумевает Что Именно Так Как бы И происходит Я хочу Всем радиослушателям Сказать Что Будьте Очень Аккуратны И Осторожны Со своей Пиетикой Движение Пальцем Влияние На Десять Мер Включая Духовные Меры Движение Кистью Сто Локтём Тысячу Плечём Десять Тысяч Мер Представьте Что происходит На Драготеках Представьте Что Вытворяют Некоторые Неразумные Дети И взрослые Когда Просто Балуются Заруют И так далее И человек Вообще Неправильно Пользуется Своим Опорно-двигательным Аппаратом Он должен Смещаться По реке Времени А Сейчас Врачи Значит От слова Врать Они Значит Злорадствуют Что это вам Значит Плата За прямо Хождение Значит Неполадки С вашим Обрыв Связи Так Прерывается У нас Опять Связь Алло В хороводе Смещаются И это Было Даже На В танцевальных Коллективах Одевались Такие длинные Сарафаны Чтобы не было Видно Как бы Семенение Этими самыми Ступнями И на самом деле Как будто Плывет Как лебедушка Или вот в балете Осталось Там Как бы Балерина Плывет А Это уже Редукция Вообще Человек Может смещать Себя И мы Тратим все Наши Жизненные Силы При Движении Рукой Мы руку Разбираем В своем сознании В одном месте И перемещаем Ее в другое И сколько Жизненных сил Тратится Неосознанно Людьми На то Чтобы просто Допустим Поболтать Ногами Помахать Руками И вот эти Все так называемые Восточные Единоборства Где Машут Руками И ногами Очень много Представьте Что на тонких Планах Вообще В пространстве Как бы Происходит Сплошная Деструкция Разрушение Ну и это И разрушает Самих Спортсменов И всех Тех Кто на них Смотрит Футбол Я не имею Ввиду Это Сакральная Игра Это святое Футбол Я в училище Я в училище Проводил Именно Я многие Вообще Игры Реконструировал Так как они Должны быть Как в них Надо играть И шахматы Там Вот этих Шашек Поддавков Там в Чапаево Никогда их не было Это пустое Время Препровождения Вот И в том числе Вот это Футбольное поле Значит Вот эти Две команды Сновидящих Там Целые Там как бы Действия Происходят Ну прошу прощения Да Ну интересно Отвлек Про футбол Я даже Вот тут недавно узнал Что чемпионат мира Вроде идет Да какой-то там Футбол Но это ладно И так называемые Европы А ну видишь Даже я Даже неправильно я сказал И Южной Америки И Южной Америки Вот с ума сойти Вот Хоть футбол Это наше все Но видишь Как-то так не наблюдая за ним Ну ладно Кто-то хоккей Любит Целыми днями Сидит и болеет За определенную свою команду Не будем Слово-то какое Нехорошее Болезнь Да 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 Оно болеет Ну ладно Хорошо Просто когда ты начал Говорить про то Что вот В правой руке В фронт запястье Вот это В левом запястье Вот это Друзья Будьте осторожнее Лишний раз Хлопывай в ладоши Подумайте А не сотрясает ли вы Что-нибудь В этих вот мирах И когда-то Несколько десятков Может лет назад Уже сейчас не помню Что-то так в голову Пришло Мне вспомнило И писал фантастический рассказ Хранитель Вселенной Вот там как раз У человека У одного Находились Внутри Как раз Расположение Вот этих Вселенных На несколько Некоторое время И он Должен был Где можно Почитать Я прошу прощения Какой ты Сразу Почитай Вот когда Стану писателем Тогда буду Публиковать Ну ладно Ну в общем Интересно Там все развивалось А ладно Летиться За этот вопрос В эфир Как влияет питание На структуру Тонких тел Человека Ну опять-таки Что понимать Под питанием Я считаю Под питанием Впечатление Впечатление От того Ведь это Не просто Созерцание И не просто Метод окна А метод Двери Можно же Не просто Созерцать А проникнуть В структуру Этого огурца И придать ему Как бы Те свойства Которые Будут нужны Или той яблоньки И вот те люди Которые Значит Вбили себе В голову Что яблонька Она служит 50 лет Ее нужно Пилить Там она превращается В дичку И так далее Они просто Ничего не понимают Как бы Вот В грамотном Пиетическом Этом процессе Еще раз напоминаю Питание Пиетика Та Становление Восхождение И я Питание То есть В современном русском языке Очень много Придумали Искусственных Как бы Вот таких Преград Для того Чтобы людей Разлучить с их сознанием А на самом деле Как бы В языке Не существует Ни падежей Ни знаков Припинания Ни мужского Ни женского рода А буквицы Это есть Конструктор И Сейчас люди Спрашивают И сдают экзамены А как правильно писать Правописание Это все неверно Вот какой Образный смысл Какую информацию Хотели заключить В слово А слово было Творцом То есть Записав грамотно Какое-то слово И допустим Озвучив его Речью через уста А речь через уста Никогда Не использовалась Как средство общения И Какой-то предмет Или какое-то явление Приобретало Нужную форму Согласованную С другими Как бы Участниками Вечи Круга Хорошо Дальше Света Вопрос в эфир Что такое Петля времени Связана ли С этим понятием Строительство Санкт-Петербурга Вот это вопрос Ну-ка давай Попробуем ответить Я Даже сразу Это самое Не буду Замахиваться Я слышал Я видел такой фильм Очень интересный Про петлю Времени Вот А я Например Не уловил Контекста Это видимо Слушательница Она Пребывает В каком-то Определенном сюжете Определенном контексте И Я его Без ее Разрешение Прочесть Не могу Что она Имела ввиду Что-то Имела ввиду Что-то Имела Ввиду Ладно Поехали дальше Вопрос эфира Вы говорите Что надо Разбираться В информации А не источники Но откуда Тогда вам известно Что месяца наши Произошли От еврейских У всяких Всякой информации Так или иначе Есть источник Дело в том Дело в том Мне можно Все что угодно Приписать И даже В прямом эфире В моей прямой Речи Что-то Интерпретировать Мы с вами Ингвар Приходите ко мне Стучите Скайп Мы с вами Найдем Язык Общий Тогда Когда у нас С вами Будет общий Понятийный аппарат А сейчас Мы с вами На разных языках Разговариваем Так Хорошо Отшил Дальше Идем Мальвина Вопрос эфир Звучит ли Организм Человека Какие звуки Определяют Его структуру Конечно Вот сейчас Мои студенты Пишут Курсовую работу Рунический Звукоряд Каждая руна Она Имеет Свои Определенные Как бы Звуковые Характеристики Мы их Разбираем И Вот Нотный стан Рунический Он собой Представляет Значит Три шлаки Или Девять Девять срок По шестнадцать рун Вот наша Коруна И это та гамма Которая должна Звучать И которая Это и есть Там музыка Небесных сфер И это Есть те Кирпичики Мироздания Которые Которыми И должен Владеть Человек Для того Чтобы Творить И созидать Внешний Космос И тогда Он же звучит Тогда он Будет Расцвечен А если Сейчас В телескоп Посмотреть Или в бинокль Чернота Мрак И какие-то Техногенные Действия У нас Над головой Которым Я уже Перестал Удивляться Ну Какой мир Такие действия Ладно Ладно Вот здесь Просьба Алексей А можешь Ты В начале Эфиров Упоминать О том Что Минувшие Передачи Есть записи Их можно Скачать Или послушать По такой-то ссылке По такой-то ссылке Никого посылать Не буду А просто скажу Что у нас На сайте Народного Славянского Радио Есть Такое Слово Эфиры Рядом С анонсами Наверху Справа И если Нажать То там Будут Выложены Те эфиры Которые Уже Обработаны Подготовлены Выровнены По звуку И так далее То есть Убраны Какие-то Там Дырки Паузы Которые Мешают Слушать Убрана Музыка А также Есть Там же На сайте У нас Ссылочка Канал Ютуба И туда Выкладываются Уже Обработанные Эфиры В видео Формате Где накладывается Какой-то Видеоряд И они Также Доступны Для просмотра На сайте У нас Аудио Можно скачивать Пожалуйста Скачивайте Распространяйте Себе Заливайте Делайте Свои архивы Пожалуйста Никаких ограничений Мы не даем Все это народное Все принадлежит Народу И то же самое По видео Пожалуйста Делитесь ссылками И на аудио И видео В формате Все есть Все пожалуйста Слушайте Читайте Смотрите Так Дальше Рахман Задает вопрос Рахману Торру Рахман Он так представился Распространенное имя Кстати Да Как-то вот Прям на каждом шагу Рахманинов Ну да Да Просто сейчас Как раньше Помнишь говоришь Рахманькова деревня Подобное Притягивает Да Помнишь Раньше говоришь Что не рожа То Сережа Шутка такая В Советском Союзе была Вспомнил сразу А тут у нас Ну как не посмотришь Везде дни Рахмана Так вот Вопрос в эфир От Рахмана Уточненный Что значит Перейти Перенести свое Внимание С внешнего Образа себя На внутренний Образ себя И что при этом Нужно видеть И как это делать Практический вопрос Практический вопрос Описан У Кастанеды Перенос Внимание Значит С образа Своего тела Которое мы можем Как бы Наблюдать На образ Своего Светящегося Кокона Мы все Значит Окружены Вот этой Сферой Своего Внимания Она Вот На мое Восприятие Ослепительный Серебристый Свет Это Это не свет Ярила солнца Это наша Наша собственная Светимость И Видящие люди Они так и видят Друг друга И Они Вот допустим Всевозможные Хилеры Целители Они сразу Видят Где-то Замутнение За это Самое Значит Затемнение Они как Вот на рентгеновском Снимке Туда Могут Значит Подсказать Если Или Если попросят Допустим Устранить Потому что Сапожник Всегда Как бы Без Сапог И Как бы Человеку Нужен человек Чтобы помощь Оказать А вообще Это очень Интересная Практика Вот И Начать С осознанного Сновидения Увидеть Сначала Свои руки Вот Это Первая Ступень Как бы Сновидения Постепенно Постепенно Значит Используете Моменты Находишься В одиночестве Где-то там В офисе Или в ванне И так далее Но только Надо быть адекватным И не показывать Другим людям Что ты что-то Видишь Необычное А то Как бы Люди могут И сообщить Куда следует Вот Я прошу прощения Задорнов Приводил Такой Случай Он пришел В деревню А там Выходит Девочка И говорит Дядя А я летать Умею А тут же Выскочила Мама И сказала Ни в коем Случае Тебя этот Дядя Может Это самое Отправить Есть такая Очень печальная История Книжка Значит Дневников Рябинина Это доктор Врач Экспедиции Николая Константиновича Рериха Он когда По Сибири Ходил Значит Все те Которые Ему Раскрыли Свои способности По их следам Или По докладу Самого Этого Как бы Значит Ну я На Николая Константиновича Замахиваться Не буду Кого-то Из Участников Его экспедиции По следам Значит Вот этих Всех Значит Населений С людьми С необычными Способностями Прошли люди В хожанках И с револьверами Так что Вот эти Как бы Свои Способности Которые Вот Люди Нарабатывают Их надо Как бы В наших условиях Держать при себе И не Баловаться Ими А использовать Допустим Чтобы помочь Другому человеку Увидеть У него Допустим Затемнение Не отправлять Его на рентген А облучать А посмотреть Самому Хорошо Хорошо Дальше Следующий Вопрос От Горячо тобой Полюбившегося Ингварь Вопрос эфир Вы говорите Что носители При переходе Из круга в круг Не сохраняются Почему вы тогда Ссылаетесь На повесть Временных лет Я ссылаюсь На то Что написано В нашем круге Естественно А на что Я еще могу Ссылаться Или Может быть Кто-то Считает Что Значит Здесь Было Много Языков И Много Значит Этих самых Народов Я считаю Что там Написано Правильно И написано Правда Хорошо Станислав Аргентинец Вопрос эфир В одном из роликов На ютубе Рассказывается Про династию Романовых Как последователей Рахмановой Традиции Проводится Такая линия Что все Царствующие Особы мира Являются Ставленниками Богов по праву Так как прямое колено Так как прямое колено Романовых Было Прервано Королева Англии Может претендовать На престол В России Что вы понимаете Под самодержавием России То есть Два вопроса Может ли Тетя Английская королева Претендовать На что-то в России И что ты понимаешь Под самодержавием В России Я так понимаю Что Допустим Николай Романов Или как Кровавый Царь Он Николашка Кровавый Его на роде Называли Да Он Является Узурпатором Он Не принадлежит Естественно Как бы К Рахманам В этом Не ролике А фильме Мой ученик Передал Образ Значит Рахманова Наследие Которое Проецируется На реальных Событиях Как бы В этом мире А о судьбе Самого Николая Романова Мне известно Что он Просто-напросто Уехал В Туманный Альбион Стал там Каким-то Значит Георгом Шестым По-моему Или еще Кем-то У него И он И супруга Его просто Туда уехали Никого Никто Не расстреливал А их сын Алексей Николаевич Косыгин Это и есть Тут Алешенька Его Который Вот этой Срадал Болезнью Голубой крови От Кровотечения И не остановить От любого Пореза То есть Фактически У нас Царская власть Она Вон Была При советской Власти Как бы И Я просто Не хочу В эту Сейчас В конспирологию Углубляться Это вообще Тема Отдельного Разговора Но Вот этими Фильмами Мой Ученик Рахман Ставер Он просто Как бы Находил Соответствие В реальном Существующем Как бы Мире Истории Традиции Фактах И сопоставлял Их с Рахмановой Традицией В частности Там есть Замечатель У него Сейчас 12 Фильмов Рекомендую Всем посмотреть И у него Допустим Вот этот Романский Стиль Рахманский Стиль Готический Стиль И так далее То есть У нас Очень О нас Очень много Как бы Следов Только Кому надо Могут изучать Смотреть И более того Я хочу сказать Что Все Города Куда Опускались Орлегини Петроград Это Град Петры Петра Это Имя Орлегини А вот Это Не Град Петра Дяденьки Вымышленного Которого Значит Сто Художников По-разному Как бы Рисует А кто Зайдет В Петропавловскую Крепость Там Вообще Непонятное Существо Сидит Вот Больше Похожее На Какого-то Кузнечика С маленькой Головой И С неправильными Пропорциями Говорят Что это Якобы Русский Царь Петр Да Знаешь Это просто Лепили для детей Такая загадка Дети Что перепутал Художник Скульптор Понимаешь Так что Все эти Ну давай Об этом Можно говорить Бесконечно Просто вопросов Огромное количество Вопросов Огромное количество Надо как-то Разобраться Вопросы Продолжать Поступать Но я думаю Что мы сейчас Заканчиваем Прием вопросов Иначе Иначе Уже просто Ну Че же нам Умереть что ли До пятницы Так и будем отвечать Дальше Елена777 Вопрос эфир Как научиться Общаться С высшим Разумом То есть Хочется Так То есть С собой Ну это С собой Это я добавил Да Совершенно правильно Вот я бы Точно так же Лаконично Ответил бы Был очень хороший Журнал В начале Девяностых Может тоже Читал его Путь к себе Замечательная тема И замечательный Образ Я другого Высшего разума И светоча Не вижу Как разум Каждого человека И я ценю Любого человека Не за то Что он ко мне Пришел А за то Что в нем Как бы Светильник разума Еще как бы Не угас Хорошо Вопрос эфира Цвета Что есть настоящий Неиллюзорный мир Существует ли он Благодарю Так же А как же Как говорил доктор На вопрос Доктор я умру Ну пожалуйста Я когда учился Я учился В своей бурсе Значит С девяносто первого года С февраля месяца И меня этот вопрос Очень долго мучил И меня Мои учителя Как бы вели И сталкивались Время С этим вопросом А каков же Этот самый Мир на самом деле И в конце Концов У меня Произошел Инсайт Я вижу мир Таким Каков он Есть Только Я зашорен Его описанием Я вот так Отвечу Мы воспринимаем Мир Таким Каков он Есть Но Каждый Человек Индивидуально Вкладывает Своё Мирописание В то Что он Видит И поэтому Люди Как бы Разговаривают На разных Языках Я не хочу Сказать Что я являюсь Каким-то Общим Знаменателем Но Я многим Людям Как бы Могу Помочь Как бы Увидеть Мир Таким Каков Он Есть Узнав Его структуру Узнав Его Предназначение Перспективу Развития Люди Начнут Смотреть Совершенно Другими Глазами Я много Проводил Семинаров Допустим В Волгограде На Ахтубе Люди Пришли Погода Плохая У них Настроение Плохое Позанимались Там Вышло Солнце Они говорят Какое Всё зелёное Какое Всё красивое Что ты Сделал А я говорю Это вы Изменили Своё Восприятие Поэтому Всё Всё дело В настройке Нашего Восприятия Вы скажете Так Просто Понаблюдайте За порфиревцами Которые Каждое Воскресенье В 12 часов Обращаются К солнцу Стоют В позу Привязки Солнца И выходит Солнце Это каждый Может увидеть Это во всех Этих Городах И весях Можно наблюдать А почему Другие Этого не могут Природа Только Человеческая Природа Она только Ждёт Чтобы к ней Человечий Обратился И чтобы он Начал с ней По-человечески Общаться То есть Собим С собой Это же твои Манасы Это же твои Это твоя Природа И гром Гремит Не потому Что Значит Там Батька Перун Разозлился А потому Что Просто В обществе Определённый Как бы Вот Накопился Определённый Разряд Который Нашёл Своё Вот такое Значит Свой Такой Выход И сейчас Очень много Смертей От атмосферного Электричества То есть Люди Даже сами Не понимают Что они Являются Источником Этого Электричества Этих Разрядов Ну вот Ты так Хорошо Много Сказал А Мне так Голову Мысль Давно Пришла Что Мир Настолько Хорош Насколько Вы Хорош Можете Представить Настолько Искажён Насколько Вы Искажаете Переворачиваете Всё Зависит От вас Каким Хотите Его Видеть Таким Он И будет Вам Представляться Дальше Станислав Аргентинец Вопрос В эфир В прошлом Эфире Вы говорили Что Космоса Не Был Вот Такой Внешний Внешний Космос Я вас Уверяю Он Цветной Радужный Он Красивый Там Улыбающиеся Как бы Лица И так Далее А то Что мы Видим Это Техногенная Симуляция В Одиннадцатом Году Был Очень Хорошо Слышан Скрежет И что Падало Оттуда И Железяки И гайки И так Далее И тому Подобное И Вы Все Видите Что Солнце Голограмма Которая Находится Впереди Облаков Просто Надо Уметь Наблюдать Вот И сейчас Очень Популярная И модная Игрушка Проектор Звездного Неба Вот Примерно Такой же Планетарий Нам Как бы И Показывают Но Иногда Происходит Сбой И те Которые Наблюдают Телескоп Они Это Снимают И Выкладывают Вон Эти Ролики На Ютуб То Очертания Луны Начинают Плавать Вот То Ряд Какая-то По поверхности Луны Пробегает То есть Это Голограмма То есть Вместо Реального Внешнего Космоса Куда Человек Может Может Попасть Развиваясь Выше Родничка То есть Когда он Начнет Расти В руки В своей И То есть Перейдет Как бы Уже На Одиннадцатый Этаж И Тогда Мы Увидим Реальный Космос Что там Есть Хорошо Лена 777 Вопрос В эфир Как попасть В реальный Многомерный Мир Есть ли Какие-нибудь Упражнения Техники И так Далее Леночка А не испугайся Ну Давай Как нам Того Попасть Дело В том Что Почему-то Очень Многие На самом Деле Ты попал В самую Прям В суть Самое Зерно Они Когда Понимают Что нужно Будет Им самим Меняться Самим Развиваться Люди Пугаются Они Не хотят Ничего Менять Они хотят Как в том Фильме Матрица Значит Выбрать Вот эту Синюю Таблеточку И жить В этой Как бы Иллюзии Я занимаюсь Значит Преподаванием Семь лет Вот Ученики Меняются Сменяются И те Кто называет Себя Выпускниками Они просто Убежали И испугались Но они Спасовали Это Не передо мной А перед Самими собой И я так Думаю Те ученики Которые Дошли И Значит Показывают Свои Как бы Реальные Сейчас Результаты Вот Вы можете Посмотреть Как они Мыслят На моем Форуме Это Публичная Площадка Для Экзаменационных Вопросов Как они Мыслят И естественно Они описывают Свои стояния Но А для Бескрылого Человека Это Пустой Звук То есть Узнать О каком-то Опыде Можно Только Тогда Когда Сам Это Испытаешь Но Сомнение Это тоже Хорошая Вещь Надо Все Испытать Самому Приходите Учиться Будем Заниматься С вами И практиками Их очень Много Вот так Пройдешь Тебе А потом С разбитой Головой Обратно Возвращаешься И думаешь Нафига Пошел учиться Жил в своем Мерке Меня Упрекают Что я Выношу Мозг При первой Встрече А чего Упрекают Ты так Выношешь В эфире Людям А чего А чего Они А чего Вы пугаетесь Вы хотите Реального Действительного Мира Welcome Понятно Посторонним Вход Разрешен Так Ну это Санислав А где же Тогда висят Спутники Которые Транслируют Это все Телевизори Там всякие И так далее Я например По специальности Связист Я Вот Я мог бы Профессионально Как бы Объяснить Вот Я 27 лет Прислужил В связи Распределенная Локация Системы Ориентирования Все источники Находятся На земле Просто Напросто Я Не запомнил Кто мне вопрос Задает Значит Представьте Себе Да Представьте Себе Представьте Себе Пожалуйста На одну секунду Геостационарный Спутник Размером С пакет Из-под молока Который Там Каким-то Образом Удерживается На 40 тысячах Значит Километрах От земли Кто Им Как Управляет Значит Какие Там В него Двигатели Вставлены Чтобы Он Не Свалился Со Своей Стационарной Как Бы Орбиты Я Со Своими Учениками Проводил Такую Лабораторную Работу Почему Орбитальная Группировка Заявленная Военно-космических Сил Российской Федерации Совпадает С видимым Количеством Звезд На небе Насколько Их Нарисовали Столько Они Как Столько Орбитальной Группировки Значит Ко мне Я уже Видимо Говорил Приходил Подполковник Запас Из Байконура Вот он Из Казахстана Вернулся И он Пришел Со мной Ругаться И упрекать Меня Он Мне Говорит Я всю Жизнь Запускал Космические Аппараты И так Далее После Буквально Полчаса Разговора Со мной Непринужденно Он Сказал Что он Жил Не приходя В сознание Вернее Служил Вот и все Приходите И у вас Как бы Глаза Откроются Хорошо Хорошо Следующий Вопрос Вопрос От Ин Грия Вот так Ся назвал Не прошла Часть Вопроса Что такое Природа Человека Человеческая Природа Здесь На земле В чем Человек По своей Природе Добр Это Его Природа Это Сказал Энгельс Это Не я Сказал А у нас Один Студент Перепутал И Услышал Человек По своей Природе Бобр И потом Со слюной На глазах На устах Доказывал Что он Услышал Это Как говорится От Преподавателя А человеческая Природа Это Все Эмманации Которые Мы Наблюдаем Вокруг Себя Вот Сегодня Заявлено Где же Реальный Космос А он Будет Он Откроется Тогда То есть Как В апокалипсисе Сказано Что Откроется И будет Новая Земля И новые Небеса Как бы Да Вот Люди Тогда Увидят Что Они Как бы Находились До этого В тюрьме Только и Всего Вот Это Не Не Синь Небес Так Звездная Луна А Реальный Цветной Звучащий Многогранный Космос И причем Космос Здесь Какой Образ Какой Осмыслишь Какой Осмыслишь Держась За ось За ось Космос То есть Как Как Разовьешься Тогда И увидишь Космос То есть Смысл Этого Слова Заключен Вот в этом Руническом Словообразовании У нас Кстати Все слова От рун Произошли Руническое Словообразование А Фонетические Частенько Путаницы Как бы Возникает Амонимы Антонимы То есть Их не существует Нужно смотреть Именно Какой Образ Заложен Какими Ровными Гуклицами Записано Вот Когда Про Бобра Сказал А ведь Не одинок Твой Ченник Тоже В чате А я думаю Что человек По природе Бобр Ну Бобр Тоже хороший Зверь Почему бы И нет Кому То есть Бобром Надо Побыть Тоже Верно Давай Дальше Летится Вопрос В эфир Так Что Что такое Сознание Как часть Структуры Человека Когда Оно Проявляется В живом Существе Совместное Знание Когда Люди Начинают Заимодействовать Между собой То есть Во вселенной Изначально Как бы Восемь Людей Ну На Сфорожем Круге Мы видим Шестнадцать А потом Когда они Начинают Заимодействовать Между собой Решать Вопросы Творчества Созидания Происходят Потомки Наследники Правомочные Умножения Людей Роды Кланы Племена Все это Как-то Геометрической Прогрессии Все Помноженное Там На девять На шестнадцать И вот Тогда и Получается Сознание Совместное Знание И это Совместное Знание Оно Единозначно Единогласно Не как При советской Власти Один Сказал И все Сказали А Брямс А каждый Своего Чертога Каждый Род Клан Внес Лепту В восприятие И единственное Правильное Решение Выработано Вот это И есть Сознание И вот Тогда Человек Сознательный И когда Он Сознательно Участвует В этом Процессе Вот тогда Он и Проявляет Своё Сознание И Вот мы Можем Ругать Советский Строй Но У нас Все-таки Много Было Моральный Кодекс Строитель Строитель Коммунизма На Осознанности На Совместном Знании И кстати Говоря Наука Советская Говорила Что Бога Нет Значит В религиозном Скомканном Смысле А Есть Самоорганизующаяся Саморазвивающаяся Природа Только Они Не договаривали Чья Природа Человеческая Природа То есть Человек Сам себя Развивает Как Барон Мюнхгаузен Главное Чтобы потом свиться Собраться Не забыть Дальше Вопрос Что такое Звездное Время Что значит Установить Звездное Время Значит Допустим Летоисчисление От сотворения Медгар Земли 6 миллиардов 250 миллионов 7524 Лето Это не значит Что Кто-то сидел И считал Все эти лета В каждой Цефире Образные Структуры Ресурсы Вот круг лет Это Это не череда 16 лет Это Ресурсы Возможность Трансгрессии Возможность Регенерации Возможность Пообщаться С предками И так далее То есть Это ресурсы И Вот Допустим Сейчас Славяне Говорят 7524 Лето А это Говорит Только о том Что Это потенциальное Состояние Тех ресурсов Которыми Может Человек Воспользоваться Вот в это Лето 7000 Это у нас Земля Значит 500 Это у нас ФЕРД И 24 Это у нас 20 КАКО А 4 Это у нас Добро Вот эти образы Буквиц Соединить Это вот те ресурсы Которые заложены Вот в этой Звездной дате И Не надо Ждать Было бы 7524 Лето Чтобы реализовать Вот эти ресурсы Эту звездную дату Можно как Образно Установить Как это делать Знали И знают Наши жрецы Я думал Сейчас приходите Ко мне Вас научу Но Ты знаешь Это уже Будет Этот рефрен Он будет Не то что Как бы Нескромным Неуместным Ты подобрал Правильные слова Я понял Хорошо Хорошо Ну просто Время 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 43 минуты уже А у нас Уже скоро будет Три часа Мы разговариваем С тобой В эфире Вопросов много А ты любишь Так это Основательно отвечать На вопрос Я заметил Я сделаю Маленькую Ремарку Это для того Чтобы ты Не только Тюняеву Приглашал Через неделю Но и других Вот ты какой Ревновать начинаешь Понятно Конечно Я же слежу И слушаю Внимательно У меня все ходы Записаны Ну ясно Очень интересно Да Ладно Хорошо Просто дело в том Что у нас так получилось Что человек Который должен был Выступать Его имя Андрей Ивашко Он находится В командировке Кстати В городе Минске И там Не получается Выступить Слишком напряженной График И поэтому Мы с ним договорились Что его эфир Переносим попозже Когда вернемся Договоримся Это время Высвобождаем На Тюняева Потому что Вышла книга Кувырок Луны Очень интересная И мы ее будем Обсуждать в эфире Так что Предлагаю вам Завтра Всем нашим Радиослушателям 15.06.2016 Присоединяйтесь Я думаю Что будет Вполне интересно Эфирчик Будет о чем поговорить Ладно Хорошо Следующий вопрос От Рокуинона Как определить Жил ли я В прошлом круге жизни Или являюсь Новой душой Я бы порекомендовал Посмотреть Школу Дорислава Старикова Он Прямо Специализируется На этой тематике Для меня Несвойственно Решение Таких Задач И вопросов Я прогрессор Я занимаю Я системщик Я даю Людям систему А они дальше Там уже С прошлой жизни Вспоминают Ясновидят Ясно слышат Кто-то книги пишет Значит Алексей Кунгуров Там в своей серии Там фильмов Проискожения Истории Снимает Значит Дмитрий Беранже Там Песни Инглистические Пишет И так далее Это все Мои ученики Поэтому Как говорится Я не Не ограничиваю Никого В его Как бы Этой творчестве И деятельности Если вам интересно Мне не свойственны Функции жреца Но можете Ко мне постучаться Мы можем Обсудить с вами Этот вопрос Пожалуйста Вопросы Фероцветы Что такое Цветок папоротника В рахмановой традиции Благодарю Папороть Кветка Это Жизненная структура Человека То есть Ее можно Вычертить Ее можно Щутить Ее можно Как бы Увидеть Ее можно Применить Я например Свою папоротник Кветку Значит На празднике У отца Александра Первый раз Увидел Я всю ночь Ходил Ходил Устал Устал Я все Папоротники Искал Опять Прерывание Связи Папоротники Ходил Искал Мы запоминаем Это слово И я попробую Сейчас С этого слова При восстановлении Связи Вопрос Задать Да Остановилось Значит Это Ты говорил Что ходил Ходил Искал Святок Папоротник И мне Как подарок Как дар богов Я в пламени Костра Боковым зрением Как бы Увидел И А второй подарок У меня был Когда я Омывался В своей коренице На своем урочище В Минске Значит Я погрузился В воду То есть Я если В огне Его увидел Как огненную Структуру То В воде Я ее Как плазменную Структуру Увидел То есть Это реальная вещь Реальная вещь И папоротник Ветка Она как бы Восстанавливает Жизненные силы И Это Подарок Наших предков Святцов Существует На самом деле Хорошо Следующий вопрос От Алекс В одном из своих Видеороликов С ведущей Ну то есть Ты говорил Что Ахиневич Сам придумал Руны А ну признавайся Говорил Не говорил Дело в том Что Мне сейчас Могут Сказать Что я Еще что-нибудь Там Да мало ли Что не скажешь В шутенном разговоре Глеб Егорыч Да Да Дело в том Что Я Я поясню Просто люди Передергивают Я говорил Как набиралась Книга света Значит Там Я не знаю В какой программе Я не сведущ Были В общем-то Графические символы Эти набраны И потом Как фонетический Текст печатались А какая разница Людям Которые читают Они что Жрецы Они что Священники Они что Будут разбирать Извлекать оттуда Образы Они что Будут первым Вторым Третьим Четвертым Глубинным чтением Заниматься Да Отец Александр Имеет право На такие Как бы Эти штуки Трюки Его спрашивают Откуда У вас там Слово Энергия Которое В 1910 году Появилось Он говорит Ну вы знаете Вот так и так А кто В эту кухню Должен Нос ссувать Да не ваше Это дело Вы смотрите Как говорится Не на личность Отца Александра А то что он дает А он начитал 550 Часов Лекции Вот изучайте Только и всего А вы ищите Противоречия Кто чего Где Кому Противопоставил Я тут ничего Конструктивного Не вижу Абсолютно В таком подходе Ну то есть Грубо говоря Ты не говорил Что он Придумал Этот А как их можно Придумать Они у меня В конспектах Но они у меня В другом В другом Начертании Написали Сейчас я до конца Вопрос Произнесу То есть Ты не говоришь Что он Придумал Руны Он Придумал Графический Вариант Компьютерный Чтобы эти Руны Передать Более того Он их Запатентовал И авторские Права Для того Чтобы Как бы Не баловались Другие люди Этими Символами Которые Очень Большую силу Имеют Хорошо Ладно Вопрос принят Дальше Ответ принят Дальше Вопрос От Елены 777 В эфир Как научиться Структурировать Себя Вот так вот Мы сейчас За две минутки Расскажем Как себя Структурировать Давай Рассказывай Да Вот мне Я проводил Множество Славянских Праздников В частности Белоруссии Минске И ко мне Подходил человек И говорил Расскажи мне Быстренько Мое предназначение Мне завтра Я директор Мусорки Мне завтра Надо уезжать В Оршу Я там Приступаю С своим Служебным Обязанностям Вот мне Пожалуйста В Индополож Приходите Учиться Но я вам Хочу сказать Что Мы сотканы Из рун Буквиц Из сифирот И поэтому Это Есть ключи Но Этому Надо учиться На самом деле Да И Может Прозвучать Такое Ну Какой-то Беспросветный Мрак И Нет Никакой Перспективы Нет Никакого Выхода Дело в том Что Мой урок Я выложил Один единственный Урок Перунов Путь Он Два часа Тридцать пять Минут Там Ставят Или понравилось Через три минуты Просмотра Как можно составить О чем-то Впечатление Как можно составить Впечатление Об уроках Отца Александра Если у него Значит Там Пара Длится три часа Первый курс Я успевал Посмотреть онлайн Второй курс Я уже тратил На три часа Шесть часов А третий курс Я девять часов Тратил Но Это же время Моей жизни Это Это мой Как бы Вклад Вот Во всеобщее Благо их познания Теперь я могу Доносить Сакральный Смысл И Пользоваться Как базисом Но для этого Нужно прилагать Усилия Вот Сколько и всего Ну понятно Было бы желание Придут тебе и знания За это вам Ручается журнал Хочу кто знать В данном случае Ручаемся мы Без труда Как говорится И камбалу Не вытащишь Из пруда Вопрос В эфир От Александра Брахмана Туреру Как относится Как относиться К вашим ошибкам Или к своим Нет Прошу прощения Как относиться К своим ошибкам Оставлять их В прошлом И не возвращаться К ним Как к пройденному С условием Не повторять Их В настоящем И будущем Или возвращаться К ним Пока не произойдет Их аннигиляция Ну Вопрос Риторический Ответ Вопрос Заложен Я против Всевозможных Регрессий И так далее Как говорит Отец Александр Обидел ребенка Прилаская ребенка Срубил дерево Посади дерево Вот Непоправимые Ошибки Я не хочу Философствовать На этот счет Я думаю Что нет Непоправимых Ошибок Потому что В ведах Сказано И в волхвавиле Мудро Сказано Что даже бесам Не закрыт Путь По златому Пути восхождения Хорошо Смотрим еще Какие вопросы К нам поступали Вот Телемах Написал Следующее Эфир Веду я Чат Не для трепа А для освещения Намерений Тора В этой действительности Вопрос Тору Почему человек Должен умирать Когда шалфей Растет в саду Это я Я вспоминаю Этого самого Бравого солдата Швейка Который Решал задачку Стоит дом У него 8 окон 2 трубы 4 двери В каком году Умерла у меня бабушка И Какой ответ был дан Я только Развожу Руки В жести Подержите арбуз Я как шутку Воспринял Это Нет Это шутка Четыре раза Он задавал этот вопрос Настойчиво И вот последний раз Он написал Что когда ему сказали Что ты Четыре раза уже написал Один и тот же вопрос И он сказал Что ну в общем Это эфир веду я Часный для трёп И так далее Я хочу сказать Что Какой контекст Какой человек В общем-то Подразумевает Если у него Это вопрос жизни И смерти Ко мне В день Несколько десятков С такими вопросами Приходят Люди Которых один Единственный вопрос Интересует Пусть приходит Стучиться в скайп Ты Какой бы Один универсальный ответ Тогда Выдумал бы И сразу Всем отвечал Как там Швейк Тоже какие-то Ответы у него были Какие-то простые Универсальные Мне Швейк Больше всего Понравился Когда он Отдал Воинское приветствие Значит Не успев Надеть штаны В этом В отхожем месте Ну уж Мы не будем До такой степени Это как бы Не Ну самый Шикарный момент Ну понятно Понятно Ладно Хорошо Вопрос эфир От Ингрия Как зарождаются И развиваются Системы человека В эмбрионе В утробе Нам Всем даны Одинаковые возможности Роста В развитии Это тоже вопрос Все ли мы равны От рождения Речь не про Инвалидов Уточнение Потенциальные возможности У всех разные Естественно Кто-то уже Здесь крутится В этом круге Тысячу раз Десять тысяч раз Кто-то только что Естественно Разное А внутри Это утробное развитие Вон Учебник биологии Через все царства Проходит эмбрион Значит Время зачатия Это с первого умножения Единственное Что не деление клетки происходит То есть Неправильно говорят А умножение Клеток происходит Вот Когда первое умножение клетки Одна То есть Разделилось Яйцеклетка на две Вот это Есть время зачатия Сакральное время И я единственное Что здесь хочу сказать Очень важный момент Что Никакой сперматозоид Он внутрь Яйцеклетки Не проникает Это что получается Один Один живщик Значит Самый хитрый А сто тысяч Значит Стоят и смотрят Типа того Поддержать пришли Да Да Поболеть Энергетически Здесь Идет Энерго Обмен И поэтому Советские Кондомы Их проверяли Электроникой Для того Чтобы не было Значит Пропускания Вот этих Как бы Слабых Взаимодействий Болельщики Чтобы не попали Да И чемпион Чтобы не вывелся Ладно Вопрос Эфир От Сильвестра Как Изменяется Структура Человека При Просвещении Он становится Плотным Настоящим Его слово Имеет Вес Самый знаменитый Я сейчас Немножко шокирую Всех Самый знаменитый Собирательный образ Рахмана Всех времен И народов Иса Хорст Или Иисус Христос Он Именно Словом Принес сюда Своё слово Воплощенное слово У него структура Была настолько Наработана Мой коллега Что Его Как бы Слово Изменяло Действительность Изменяло Реальность Это вот Крайняя степень Уплотнений Наработки Внутренней структуры Когда Меня спрашивают Какой ты Значит Конфессия Я говорю Я одной конфессии С Иисусом Христом И тема Моей дипломной Работы Значит Духовное училище В семинарии Была Отличие Учения Иисуса Христа От современных Теологических Учений И поэтому Современные Религии Они никакого Отношения Не имеют С учением Жизнью И как бы Только есть Какие-то Проекции Там Догадки И прочее И прочее И кстати Об этом Рассказывается В предмете Религиеведения У отца Александра Да Я также Рекомендую Посмотреть Все-таки Уроки Восприниматься Так Как Есть Но я Имею Ввиду Общую Кану Там Довольно Все Слажено И хорошо Подается Поэтому Лишнее Как говорится Эта информация Не будет А если Она еще Станет Знаниями То вы Эти знания Сможете Миру В этой жизни Применять Опять же Для своего Собственного Развития Для развития Окружающих И для Улучшения Этого мира Ну а в всяком случае Какие у вас Помыслы Какая направленность Этих помыслов То и будет Инструментарий Вам дан Вопрос Возьмете Вы его И будете Диспользоваться Или нет Это уже От вас зависит Так дальше Елена 777 Вопрос Эфир Повторите Пожалуйста Про опорно-двигательный Аппарат Про течение Времени Ну то есть Человек неправильно Пользуется В том числе И опорно-двигательным Аппаратом Он должен смещаться Просто Видеорежима Нет Я бы Я бы Показал То есть Вот Я перед собой Толкаю Ладонь Я ее В сознании В своем Разбираю Возле своего Плеча И на вытянутой Рюке Собираю Это движение По реке Времени То есть Каждый человек Владеет Этой техникой Но Он Все равно Как бы Ей не пользуется Я еще раз говорю Посмотрите Наши танцы Наши ручейки Наши фильмы Наши сказки Где Ну обычно Барышни Плывут Не касаясь Значит Стопами Какой-то поверхности Ведь Та поверхность На которую Мы опираемся Она только В нашем сознании Существует Есть прекрасная книга Иллюзия Иллюзии Ричарда Баха Или Мессии Которым Таковым Быть не хотел Про Шимоду Вот он там Показывает Значит Самому Ричарду Баху Автору Как Земля Может быть В сознании Становиться Подобной Воды И как Вода Способна Значит Стать Опорой Ну и как Отец Александр В своих Лекциях Рассказывает Ребенку Дают Значит Гирю 32 килограммовую И говорят Что она Эспапье-маше И он ее Поднимает Одним пальчиком А взрослому Мужчине Говорят Что гиря Эспапье-маше Это Двухпудовик И он ее Не может Поднять Вот таким Вот образом Мы не только Опорно-двигательным Аппаратом Неправильно То есть Вот Вот одна Из техник Из практики Структурирования Это пронаяма Вот Но ей Как бы Ограничивается Только подышать Одной Назрой Подышать Другой Назрой А если Осознанно С включением Всех Рунбуквиц Которые В наш Заложены Прошиты Перепрошиты То совсем Другая практика Все на образах Да Все на образах Хорошо Хорошо Ну вот еще два вопроса Мы с тобой Пройдем А дальше будем Закругляться Хотя вопросы Я так чувствую Еще у наших Радиослушателей Есть Но просто Время уже нет Так Дальше Свято Дарьев Вопрос В студии Что такое Стол Застолье Без знаков Припинания Поэтому читаю Так как есть Столоват Стольный град Стольный град Слово утвержденными Слово утвержденное Асами Во всей Его полноте То есть Это не просто Какой-то Деревянный Предмет С четырьмя Ножками А то Образное Пространство В котором Решается Какой-то Вопрос Вече Происходит Это и называется Застолье А современные Этиологии Этимологии Это значит Пивная сессия Или пиодная сессия Или еще что-нибудь Или просто Чревоугодие Вот таким образом Хорошо И Андрей Карпов Вопрос в эфир Подтверждаю Мнение Соведущего Что впечатления От дел Реально питают У меня Этой энергии Хватает на три дня Далее приходится Задействовать Цепочку От глаз И далее И вопрос Каков интервал У соведущего У меня Значит Есть Однокашник Мой Андрей Карпов Он Ортодокс От Классической Физики Я чуть Не шлепнулся Услышал Что Андрей Карпов Приходит И такой Грамотный вопрос Думаю Наверное Что-то Ось земная Сместилась Я Проводил В своем Про себя Я говорить не буду Закрытая информация Значит Для студентов Такая лабораторная работа Они Меняли Значит Цикл От Приема пищи До дефекации Потому что Мы Эмпирическим путем Вышли К тому Что сутки Определяются Ну то есть Продолжительность Биологических суток Внутреннего времени Оно определяется Вот этим Как бы Актом От приема пищи До дефекации И Ученики В конце концов Научились Этим Временным интервалом Управлять И Вот здесь Уже Как бы Может быть Неприятно Будет Слушать Мне докладывали Цвет Консистенцию Чистоту И так далее Включая женщин Никто не стеснялся Потому что Радионауке Можно и Пренебречь Своим чувством Собственной важности Ну что ж Все вопросы Которые поступили До определенного момента Пока я не сказал Стоп Своим усилием Воле Я их зачитал Ты на них Ответил И В заключении Здесь мне понравился Анекдот Который Наш Слушатель Написал Очень интересный Который говорит Как правильными Как к правильным ответам Можно прийти Даже Неправильными Рассуждениями И вот он Пишет Был такой анекдот Учительница на окне Ну учительница в классе Говорит На окне стоит два цветка У крокодила большой рот Вопрос Сколько мне лет Встает Петька И отвечает 24 года Училка А как ты узнал Да мне всего 12 лет А дома меня зовут Полудурком Ну вот такая Радостная новость А по поводу Конца света Помнишь Это собачье сердце Там была такая Интересная цитата Ну в фильме Точно присутствует В книжке не помню Истинно вам говорю 4 мая 1925 года Земля налетит на небесную ось Так что готовьтесь Скоро Ну конечно не 25 года А 17 и не 4 мая Ну ладно Давай в заключение Скажем что-то доброе Счастливое Хорошее Нашим радиослушателям И будем прощаться Я хотел тебе сказать Что-то нехорошее Насчет Я благодарен Я благодарен Про квантовый скачок Хорошо Следуя советом Упоминаемым Часто тобой Александра Юрьевича Когда он И вот он говорит Я иногда Разряжаю Обстановку Вот Так что я Недалеко ушел И И следую Вот По поводу того Что конец света Ну я же не закончил Это там было сказано Конец света Ну мало ли В каком там Формате Это было сказано А у нас то есть представление Что в конце концов Наступит конец света Для темных И конец тьмы Для светлых А переход Квантовый скачок Он может произойти В любой момент На самом деле Это Так сказать Такой момент Который Рассчитывать Бесполезно и глупо Да Есть приблизительный Вот Момент К которому надо готовиться Но произойдет Это вот На год раньше На год позже Или там на сто лет Или еще чего-то Может он уже произошел Может с тобой уже В новой действительности вещаем Просто этого не заметили Кто его знает И о нашем радиослушателе Скажу следующее Друзья мои Иногда Наш мир Представляется Нам В таких Красках И цветах Которых мы даже Не имеем представления Иногда На первый взгляд Странные вещи Нам могут В конечном итоге Вернее Нам окажутся странными А в конечном итоге Могут казаться правдивыми И наоборот Некоторые правдивые Слова И возгласы И описания Могут казаться Полной чушью И ерундой Наши передачи Сделаны для чего Чтобы И вообще радио Чтобы разные Славянские течения Наконец-то Начали между собой Договариваться Наконец-то Поняли Что мы друг другу Не враги Наконец-то Поняли Что у нас есть На самом деле Некие недоброжелатели Которые очень сильно Хотят Чтобы мы не договорились Чтобы мы всегда Находились В розни Чтобы мы друг другу Строили козу Держали камешек За пазухой Ну а кто-то Кто-то К сожалению Из наших Хороших друзей Из наших Братьев по генетике Из наших Братьев по крови По роду Ведется на это все И начинают Друг друга Подкалывать Разъединять Ругаться Драться Заказывать Кто из них прав Кто из них не прав Че учение Лучше И так далее Забывая про то Что у каждого человека Есть свое мировоззрение Есть свое Своё мироощущение В конце концов Есть свои папа с мамой У которых вот Такой характер Он что-то перенял От этого характера И доказывать кому-то Чей папа лучше Или чья мама лучше Это очень бессмысленное Глупое занятие Наша задача понять Что у каждого Есть родители любимые Что есть бабушки Дедушки Но у всех у нас Есть одно единое что-то Что нас всех объединяет Вот давайте к этому Одному единому Все-таки как-то идти Давайте сделаем так Чтобы тем вражинам Которые уже Насосались Кровушки Ну как-то все-таки Отстать от нас Чтобы мы все-таки Стали хозяином На своей земле Но без царя в голове Без хозяина Самому себе Вы царем На этой земле И хозяин на этой земле Не станете Вот это вот самое главное А для этого Мы и делаем Наши передачи Приглашая разных Совершенно Соведущих Гостей Беряя какие-то Интервью У кого-то Общаясь с кем-то Чтобы Всесторонне Осветить Наши вопросы Всесторонне Осветить Наше наследие Всесторонне Всесторонне Вскрыть Наши проблемы И вскрывая Освещая Двигаться К одному общему К нашему Тому Без чего нам жить нельзя Вот на сей Я Ноте Радужной С вами Со всеми Прощаюсь Напоминаю Что сегодня У нас 14 июня 2016 года Вторник По одному Из современных Календарей А по одному И старин 24 день Месяца ветров 7524 лет Третейник Мы говорили В эфире О рахманной Традиции И о человеке Как микрокосмосе Главный Сведущий Рахман Торр За что ему Низкий поклон Что он был с нами И столь долгое время Потратил о нас Чтобы нам что-то Рассказать Рассказать очень интересно Иногда Как кажется Парадоксально Но Во всяком случае Вот мы услышали Точку зрения Думаю Что мы еще Пообщаемся Также Благодарю Всех Наших Радиослушателей За то Что в чате У вас было очень сегодня много И очень много было вопросов Даже некоторые вопросы Не успел я Специально Уже не стал вставлять Потому что Ну все время уже лимит Ну вот В принципе Все что я хотел сказать Желаю вам всего самого-самого доброго До новых встреч Рад достижения И всем И свободы Воединочестве До новых встреч В эфире Народное славянское радио Добро пожаловать Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова